Все, запись пошла. Девочки, все, начинаем наш бесплатный. Запись идет. Ольга, запись идет. Ольга Потоцкая, запись идет. Девочки, напишите, пожалуйста, надо ли, чтобы я говорила громче или вам нормально слышно? Значит, смотрите, у нас сегодня семинар выравнивания ногтевой пластины и аппаратный маникюр. Нормально, Елена пишет. Значит, девочки, тема, самая актуальная стык кутикули выравнивания ногтевой пластины. У меня есть модель. Мы вам сейчас все будем показывать. Разные способы укрепления и выравнивания ногтевой пластины и какие есть способы, как можно наносить стык кутикули. Значит, на что стоит обратить внимание? Самое первое – это укрепление ногтевой пластины. Есть три способа, как можно укрепить, которые я рассказываю. Это укрепление базы. Вы наносите, вы берете кислотный праймер. Любой фирмы, абсолютно не обязательно наш. Мы делаем, как бы, у нас с ветрогулой маркой Силерфокс. Вы можете вообще любой праймер брать, какой вам нравится. И вы можете брать, использовать любую базу любой фирмы, кроме каучуковых. Каучуковые базы не подходят для этого способа, потому что они очень мягкие, очень тяжело, допустим, их потом обрабатывать. Поэтому вы берете любую базу любой другой фирмы, вот сейчас вам покажу одну, я буду такую использовать. Вы делаете, наносите праймер, сушите в лампе, либо не сушите, в зависимости от того, как у вас фирма-производитель предлагает. Вы наносите два раза праймер, сушите в лампе, вытираете липкий слой и дальше я буду вам показывать, как стык кутикули, как можно выровнять. Это первый способ. Второй способ – это вы наносите биогель. Биогель вы наносите на базу, либо без базы, все зависит от того, какой фирмой вы пользуетесь. И третий способ – это укрепление акрила. Я сейчас вам этих все три способа покажу, и вы посмотрите, какой вам больше из всех нравится. Значит, начнем мы с того, что, немножечко расскажу коротко о аппаратном маникюре. Значит, смотрите, аппаратный маникюр – очень такая, как бы, интересная тема. Я вам сейчас покажу, у нас тут количество насадочек, расскажу, какие использовать для аппаратного маникюра. Я, допустим, какое мое мнение? Мне, к сожалению, у нас такая группа клиентов, которым не подходят аппаратные, либо биоманикюры. У нас есть вот такая вот жидкость для удаления кутикулы. Этот способ не подходит для нашей клиентской группы клиентов, потому что они там дома, собаки, дети, кастрюли, обои. Конечно, сейчас зима, они на огороде не очень, ну, уже зима и в основном летом на огороде были. Поэтому, когда вы делаете это в услугу платную, особенно у кого маникюр стоит 100 гривен, он очень-очень некачественный. Клиент хочет, чтобы взяли кусачки нормально и нормально сделали, обрезали нормальный маникюр. Очень классно, когда вы делаете выравнивание ногтевой пластины, либо покрываете биогелем, либо делаете коррекцию, тогда вы можете использовать аппарат. Если за это вы не берете деньги, это всего там 10 минут занимает, тогда вы можете использовать этот аппаратный маникюр. Конечно, многие фирмы-производители, которые придут аппараты, которые в школах предлагают как услугу аппаратный маникюр. Да, но если у вас нормальные у клиента руки, вот смотрите, я вам сейчас приведу пример. Вот такие ручки, да, вот как у нашей модели, для аппаратного маникюра, это такие ручки подойдут идеально. Если ваша клиентка, особенно женщины в возрасте, у них очень заросшая кутикула, аппараты с жидкостью для снятия кутикулы никаким образом не уберут это все, и вы будете просто мучиться, и клиент будет недоволен, что вы за это взяли с нее деньги. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Если у вас группа клиентов, ну или скажем так, поделите на блоки, если те, которые делают аппаратный, перед гель-лаками, перед укреплением, либо делают коррекцию, тогда вы можете делать аппаратный. Если клиенты, которые привыкли делать обрезной, нормальный, классический путем замачивания и кусачек, тогда это, к сожалению, не подходит. Я вам сейчас покажу один из вариантов, который вы можете использовать. Ну, вы инструменты простерилизовали, отодвигаете кутикулу на сухую. Девочки, пока мы делаем нашу модель красивую, у нее такая длинная ногтевая пластина. Значит, может, еще какие-то дизайны, кроме стыка кутикули, мы еще что-нибудь красивенькое нарисуем. На сухую убрали, берем аппарат. Я делаю, используя аппарат Proxxon, вот такую насадочку. Значит, смотрите, девочки, это не самая лучшая насадка. Я очень рекомендую брать для вашего удобства вот такие вот маленькие насадки. Сейчас я вам покажу. Почему маленькие? Вы можете на маленькой скорости очень хорошо брать птеригию, брать боковые валики. Такая насадка, особенно кто... Ну, у нас в основном группа клиентов это начинающие мастера, или которые уже только учатся, и когда вы уже набиваете руку до такой степени, когда вы профессионал, тогда вы можете брать насадку побольше. Тогда вы будете просто быстрее делать и быстрее экономить время. На маленькой скорости, я думаю, что вам слышно, еле-еле я включила. Мы на маленькой скорости... Сейчас, чтобы камеру не задеть. Сейчас, надо было с другой стороны камеру поставить. Я постараюсь так, чтобы вам... На сухую проходим птеригию и боковые валики. Чуть-чуть добавить. Я думаю, что вам видно. Смотрите, вы почему проходите на сухую? Для того, чтобы сначала на сухую убрать... И вот очень хорошо, когда, допустим, вы внутри ногтевой пластины все убираете, все вот это вот, все ненужное. И эта насадочка тоже для этого подходит. Красивенько у нас должны быть ногтики не только сверху красивые, но и внутри. Можете писать вопросы, я все читаю, либо мне будет девочка помогать, я буду вам все рассказывать. У нас потух утрам твой. Давай, большой пальчик. Значит, смотрите, это первый этап аппаратного маникюра. Еще раз тем, кто к нам сейчас подключился, говорю, что мы не можем использовать аппаратный маникюр как основную услугу, потому что группа клиентов, которые у нас в Украине, женщины, они все время занимаются домашним хозяйством. Им надо такой вот кусачками, чтобы отрезать. Если, конечно, ногтики нежненькие, красивые, кутикула нежненькая, красивенькая, тогда мы можем пользоваться этим способом при укреплении ногтей, при покрытии гель-лаком, если вы делаете коррекцию на гель или акрил, этот способ подходит идеально. Если клиент пришел в салон и хочет, чтобы была услуга сделана качественно, делайте обрезной маникюр. Берем жидкость для удаления кутикулы. Сейчас я вам покажу. Эти девочки, кто к нам, я видела там пару фотографий, это наши, которые к нам все время ходят, которые, ну, у нас сегодня в прямом эфире. Теперь мы наносим жидкость. Берем лопатку, отодвигаем еще раз лопаткой. Я думаю, что качество веб-камеры не покажет вам, как это идеально все, как просто идеально это все убирается. Сейчас, если я попробую немножко приблизить, я не знаю, видно вам или не видно, как эта классная жидкость убирает, но она, конечно же, не заменит обрезной нормальный, вот, путем замачивания маникюр. Смотрите, все полностью вот это вот уходит. Классная штука. Сейчас Новый год, скоро уже мы все полностью, которые дизайны будем делать, все посвященные Новому году, поэтому вы можете, с ссылкой, Таня пишет, здравствуйте, запись будет? Да, запись будет в интернете, на нашем канале Лисицы на ногти. У нас много разных каналов, много проектов. Значит, смотрите, как классно получается, видите? Теперь мы берем опять эту же насадочку, все это простерилизовано заранее, и я вам сейчас постараюсь медленно на камеру показать, как вылетают боковые валики. Смотрите, полностью все вычищается качественно. Но еще, уже тысячный раз говорю, это не заменяет обрезной маникюр. Смотрите, как тщательно, красивенько все уходит. Мы потом сравним две ручки, как это все получается. Девочки, пожалуйста, вы можете, у нас есть сети, ВКонтакте, Водноклассники, в Инстаграме, везде, везде, везде. Там есть личные письма. Вы можете скидывать ссылки на новогодние дизайны, которые бы вы хотели посмотреть. Мы будем для вас все показывать. Также у нас с Нового года стартует абсолютно новая программа бесплатных семинаров на тему дизайна, гель-лайки, 3D-лепка, то есть все, 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 все. Вы, пожалуйста, скидывайте, пишите комментарии, какие дизайны вы хотите посмотреть. Возможно, вы что-то видели там на американских сайтах, на китайских сайтах. Очень много сейчас интересных, разных новинок. Я вам даже быстренько покажу. Сейчас еще много уже дизайны делают. Если видно, зеркальная пудра с дизайнами. Вот такого плана. Очень много делают. Очень модно. И много вижу в интернете тоже. Я где-то его потеряла. Хотела вам 3D-лепку красивую показать. Вот оно, девочки, я вам сейчас покажу. 3D-лепка. Делается, ну, не знаю, на 5 минут буквально. Всех цветов у нас есть. Это вот называют 3D-лепка, 4, 5, 7 гель. Называют пластилин, называют паста. Вот такое получается. Очень классно делать. Очень легко. Поэтому, возможно, вы знаете еще какие-то там дизайны по-мокрому. Очень вот сейчас популярный такой вот дизайн. Называется жатко-хром. То есть, пожалуйста, вы можете писать все комментарии. Хочу посмотреть вот это, хочу посмотреть вот это. Включите программу вот это. Вы знаете, кто к нам постоянно ходит, наша клиентская база, что мы реагируем на все ваши комментарии, все ваши просьбы. Хотели, ресницы бесплатные сделали. Бесплатный визаж делали для вас. Брови бесплатные также делали. Ну, не знаю. Единственное, что они делали депиляцию. Вот я читала отзывы, что просили депиляцию. К сожалению, у нас просто нету места, потому что к нам заходят мужчины. Если мы положим женщину в голову, то как бы вдруг мужчина какой-нибудь зайдет. Поэтому у нас, к сожалению, на эту вашу просьбу, ну, как бы не получилось. У нас бесплатный мастер-класс по поводу депиляции, там, бикини мы не сделали. А все остальное, все, что вы пишете, мы внимательно смотрим и все для вас будем проводить. Значит, смотрите, я сейчас беру клинзер. Вы можете это делать спирт, ацетом, клинзер, клинзер для снятия пыли, липкого слоя для подготовительных работ. Вы либо моете ручки клиентки, либо вытираете остатки кутикулы, остатки жидкости для кутикулы. Девочки, вот я знаю, что, к сожалению, эта камера, просто нет веб-камеры с таким разрешением, как, допустим, та камера, которую у нас показывают на пазму на бесплатных мастер-классах, они у нас проходят там четверга. Ну, сейчас постараюсь вам поближе показать, чтобы вы видели, несмотря на то, что, смотрите, как красивенько, несмотря на то, что всего лишь одну насадочка, мы два раза прошлись по сухому, потом прошлись по жидкости, по кутикуле, то есть результат достаточно неплохой. Я сейчас вам покажу аккуратненько, медленно, вторую ручку, чтобы вы видели кутикулу. Ну, не сильно разницу видно, но вот если присмотреться, конечно, эта ручка, которую мы обработали, значительно лучше. Значит, что мы делаем сейчас? Мы сейчас берем праймер кислотный, наносим на ногтевую пластину. Я вам покажу три разных способа укрепления выравнивания ногтевой пластины, пока будем праймер сушить. Я вам немножко расскажу, чем они отличаются, и на что стоит обратить внимание, и какой самый лучший способ, и для чего они существуют, эти виды укрепления. Значит, смотрите, давайте так, если мы поделим на два блока гель-лаки, которые снимаются ацетоном, мягкие у нас они называются EO. EO – это значит, это слово «ЕЗИОВ» снять. Если вы используете такую базу финиш, которая очень легко снимается ацетоном, вы заметили, что они со временем чернеют и капризные. Да, они мягкие, они отслаиваются, может отколоться, и они очень капризные. Но зато они шикарно снимаются ацетоном. Сейчас появилась в интернете, и вообще, я веду, это такая тема, это коррекция ногтей покрытых гель-лаком. Что это значит? Вы используете базы финиш, которые не поддаются снять ацетоном. Вы используете виды укрепления, которые вы знаете, и вот, допустим, те виды, которые я вам покажу сейчас три, это два раза база, это акрил, белки, три вида. Вы не снимаете их ацетоном, вы не отковыриваете весь материал и без того тоненькой нижненькой ногтевой пластины, которая либо ранее была испорчена, либо вы там пилкой ее побили. Ну, не конкретно, возможно, кто-то до вас, какой-то мастер, который уже это все сделал. На что стоит обратить внимание? Мы наносим кислотный праймер только тогда, когда мы не собираемся снимать ногти от материала, либо гель-лак, либо биогель, если мы не собираемся снимать ацетоном, но собираемся делать коррекцию, тогда мы наносим праймер. Почему? Праймер дает намертво сцепку натурального ногтя с материалом, он намертво сцепляет. Поэтому клиенты ходят с этим укреплением месяц плюс. То есть, что это значит? Например, вот я себе делаю ногти таким же способом, два раза глаза. Смотрите, они гнутся, я сейчас вам покажу так, чтобы мы говорим, они гнутся, но нет отколов, нет сколов, нет трещин. И вот, допустим, когда вы приходите на мастер-класс, вы всегда сидите, чтобы полпальца отрастает, когда я еще не сделала коррекцию. Что я делаю? Я иду к мастеру, она мне спиливает верхний слой, финиш и цвет. База на праймере остается идеальная. Еще раз наносим праймер, либо один раз базу, либо два, в зависимости, какая степень коррекции. И это получается такая микрокоррекция. То есть, что это дает? Когда вы наносите праймер, то, что мы сейчас сделали, девочки, полпальца отрастает, нет от слоек, нет сколов, ничего не слетает, все носится идеально, шикарно, прекрасно. Значит, смотрите, что мы делаем? Если вы хотите снять ацетоном, то когда вы нанесли праймер, либо толстый слой укрепления, не получится. Вот такой слой толстого укрепления не пройдет, допустим, ацетон, и вы не сможете это ничего, вы не сможете снять. У нас поток экран, Катя, чуть-чуть поток, можешь нажать. Поэтому мы только в этом случае наносим праймер. Во всех остальных случаях, если вы собираетесь снимать ацетоном гель-лаки, тогда вы не используете праймер, вы берете чистую базу, цвет, один, ну там либо френч, либо что вы делаете, и тогда, то есть делим на таких две подгруппы. То, что снимаем ацетоном, беспроблемно, красивенько. Вот у нас есть, например, я вам как пример коротко расскажу. У нас есть база финиш-рубр, да, рабр-рубр, кто как называет, это, значит, получается каучуковая база финиш. Девочки, вот смотрите, без праймера, без ничего, месяц носится, вы замотали фольгой, ацетоном, либо жидкостью, которая содержит ацетон, сняли, ничего нет, все идеально. Но, но, когда вы хотите все делать всякие разные дизайны, вы хотите туда литьео, вы хотите делать сейчас очень модно, это миропудр, это всякие разные креки, там вот все-все-все, рептилии, вы, когда начинаете делать вот эти вот всякие капли, перебивное литьео, вы снять не можете потом ногти, вы портите ногти клиента, вы все равно пилите. Поэтому давайте сделаем так, рубр-база, рабр-база, либо там каучуковая база, кто как называет, это вот и то, что снимается ацетоном, ео, вот все, снимается ацетоном, это одна группа. Вторая группа, это то, что вы делаете укрепление, делаете толщину, укрепление ногтевой пластины, вы делаете такими материалами, которые поддаются коррекции, потому что, конечно, вы можете немножко совместить, да, сделать каучуковую базу, например, сделать два раза, там, или три раза, а вы не сможете запилить, вы не сможете с нее вытереть липкий слой и без проблем потом накрасить под кутикулу, либо, когда вы наносите базу тонким слоем, она бывает иногда с такими, с проплешинами, с дырами, с такими, как будто она плохо лягла. Поэтому, когда вы наносите базу два раза, когда вы используете праймеры, когда вы начинаете уже это делать под кутикулу или укрепление, у вас толстый слой. Зачем портить ногти клиента? Зачем снимать это ацетоном и портить ногти клиента? Поэтому, когда вы делаете коррекцию, вы вообще не дотрагиваетесь до ногтевой пластины. То есть получается, что вы, когда делаете коррекцию, вы снимаете цвет, все, у вас все остается, у вас все носится намертво шикарно. Я сейчас вам покажу. Значит, смотрите, у нас уже высох праймер, я уже вам немножко рассказала теорию, что мы делаем. Мы сейчас у нас есть LED лампа, сейчас я ее немножко поверну, чтобы наша модель смогла легко ручки заснуть. Мы берем классическую базу, премиум, вы можете использовать любую свою базу, которая у вас есть. И мы наносим два раза. Подождите, я считаю, не ту базу. Вот, 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 вот база. У нас есть некоторые вопросы, насадка амазная была. Да, сейчас, сейчас, девочки, я сейчас нанесу базу и вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, наносите тоненько первый ноготь, хорошо промазываю. Первый слой мы наносим тоненько, снимая материал. Вот так, вот, аккуратненько, аккуратненько. Слушайте, пожалуйста. Девочки, значит, смотрите, это был твердосплав. Я вам сейчас с новенькой покажу. Отвечаю на ваш вопросик. Это твердосплавные, дорогие насадки, они стоят в среднем, там, 170, там, плюс. Они неубиваемые. Если вы берете, допустим, вот такие насадки, да, они стоят где-то 40-50 гривен. Они недолго. То есть, они абсолютно недолго, и там буквально вы замечаете, что вы сделали там 3-4 маникюра, и всё, она уже практически ничего не делает. Твердосплавные насадки с такой мелкой насечкой, они очень долго служат. Они очень хорошо поддаются стерилизаторам, с щёточкой вы замачиваете вернидори, либо, ну, слушать, не говорю, слушать, стерилизуете тем способом, который вам нравится. Ну, как бы у всех своих способов, как вам нравится, так и делайте. Просто они более долгоиграющие. Это не алмазные, это твердосплавные алмазные. Вот я тоже вам покажу для примера. Вот она алмазная насадка. Девочки, по качеству она алмазная чуть-чуть лучше, чем керамика. Чуть-чуть лучше. Но, конечно, это просто вы сэкономите деньги. Вы одну купили себе, вам её там на очень долго хватает. Поэтому тут вы выбираете абсолютно сами, какие вы хотите насадки использовать, какие вам нравятся. Какие лучше, кому удобнее работать. Я люблю твердосплавы. Вы используйте, какие вы хотите. Дай ручку через вот так. Да. Классическая база для гель-лака. Это классическая база для геля, для гель-лака. Она универсальная. Первый слой мы нанесли тоненько, второй слой мы наносим прям потолще, потолще, прям такой толстый-толстый-толстый слой хороший. Значит, смотрите, чтобы не стекало, слушай, пожалуйста, чтобы не стекал материал в разные стороны, делайте два пальчика. Два зафиксировали в лампе. Ещё два зафиксировали. Не сушим полностью. И когда вы накрасили полностью 10 пальцев большие отдельно вот таким способом, и также их отдельно вот так сушится в лампе, тогда вы уже просушиваете. Если у вас классическая лампа индукционная, вы слушаете там, например, две минуты уже все уже, которые зафиксированы. Если у вас лед лампа, 20 секунд, ну, максимум 30, в зависимости от мощности лампы, слушайте. Если вы работаете медленно, и вы это знаете, когда вы наносите пять пальцев сразу, особенно толстым слоем, база стекает уже на мизинчиках, стекает на безымянных пальцах, и вы имеете проблемы с клиентами, уже видят, что у вас всё затекло. Поэтому делайте по два пальчика, вы просто будете менять конвейерным способом. Два-два, а уже когда накрасили все и зафиксировали, тогда вы уже полностью все просушиваете хорошо. Давайте ручку. Да. Я брала у вас нерастворенную базу, но она очень жидкая, и, возможно, выровнять. Какую? У нас базы 4. Напишите, пожалуйста, какую именно. Еще были вопросы, потом читать ручность. Напишите, пожалуйста, какую именно базу. Если база G, если, просто я, ну, насколько я могу знать, если база G, девочки, как вы делаете? Вы вообще тогда не по два, вот если вы, например, купили, она у вас есть, ничего не надо никуда выкидывать, всё, можно пользоваться. Если вы взяли базу Finish G, например, да, ну, у нас там 100 гривен стоили, да, она жидкая. И я вам хочу сказать, премиум тоже достаточно жидкая. Ну, то есть она не очень густая. Мы делаем по одному пальчику. Вы, вот я, допустим, вам покажу по густоте. Вы, когда наносите, я покажу этот ногтик сатру. Вот, допустим, премиум, либо другая база. Вот мы наносим. Смотрите, какой толстенный слой. Видите? То есть толстенный слой, и она не стекает. Всё равно не стекает. Ну, мы делаем по одному. Зафиксировали другой. Если, так же ещё можете, если вы таким толстым слой, как я сделала, можете немножко перевернуть. Вот так вот, буквально на одну секундочку и зафиксировать. Просто вы не делаете по пять пальцев, вы делаете по одному. Но вам достаточно того, чтобы вы всего лишь зафиксировали. То есть вы накрасили, сделали, выложили. Допустим, выровняли базы, хорошо сделали высоту, сделали капельку. И вот один ногтик в лампу зафиксировали. Не досушивайте. Мы же не можем ждать каждый там многоть по две минуты, две минуты, две минуты, получается там полчаса. Вы просто сделали один, зафиксировали второй, накрасили, зафиксировали. Так меняете. Так получится, что недолго. А потом уже все десять посушили нормально. Ну, если лампа не позволяет, вы можете делать четыре и один большой. Так вот у вас будет влазить. Вот так вот. Поэтому, если у кого, допустим, база Чи, она достаточно жидкая. Вы делаете такой вот способ просто по одному пальцу. Вот такое крепление. Смотрите, девочки, если вы не хотите чекаться вот это с базой, там переворачивать по одному пальцу, я вам покажу тогда биогель. Значит, смотрите, вы наносите, допустим, нанесли на ноготь праймер. Для того, чтобы биогель носился супер-супер идеально, вы можете промазать любой базой. В базе содержатся определенные компоненты. Можно толстым слоем, тонким слоем. Эта роль не играет, потому что у нас классный биогель. Сейчас немножко расскажу за биогель, слушайте, пожалуйста. Значит, смотрите. Биогель есть, который снимается ацетоном, есть, который не снимается ацетоном. Есть, который растворимый, мягкий, есть, который, знаете, не гнутся. Вот он, допустим, вы его нанесли, а он вместе с ногтевой пластиной гнется. У нас биогель, вот он, он находится, значит, такой особенный. Не видела, что кто-то в крае непохожее продает. Он дает амортизацию. Что это значит? Вы берете самые несчастненькие тряпочки, которые испорчены. Клиентка где-то была, испортила совсем ногти, вообще катастрофа. Общая несчастные тряпочки. Если вы берете гель, классический, любой, классический, раз, сразу дал трещинку, либо отвалилось куском. Этот гель, он дает амортизацию. Что это значит? Он вот так вот, я вам показываю, чтобы вы видели. То есть он, любой удар, он не гнется, он твердый, вот как вот, если кто слышит, я стучу по, вот допустим, даже если постучать вот так по банке, он очень твердый. Но при любом ударе он гнется, но не дает трещины и не гнется сильно, как если бы гнулось резиновые там биогели, либо резиновая каучуковая база, да. Поэтому вы можете этим биогелем наращивать на длину. Вы можете им укреплять ногти, он не шевелится. Вам не надо мучиться, как если бы вы делали укрепление с базой. Конечно, я больше люблю укрепление базой. Но если вы не любите, это альтернатива. То есть, смотрите, вы берете вот этот биогелем, сейчас вам покажу. Сейчас я беру кисточку, особенно у девочки очень рекомендую, вы можете брать кисточки, которые такие вот имеют язычок. Они вообще у всех китайских наборов для росписи продаются. Просто очень удобно вложить возле кутикулы. Вот смотрите, что я сейчас поближе, так чтобы вам было хорошо видно. Я беру, ставлю биогель, смотрите. Видите? И можно вот подать вдоль. Чуть-чуть. Он не шевелится, он дает усадку, он выравнивается сверху, но он не стекает, как вода на ногтевую пластину на кутикулу. То есть, и вы берете вот такой вот кисточкой, и вот он не пузырится, он шикарный. Вообще биогель я обожаю, девочки. Но все равно укрепляю базой, потому что биогель, ну, как на мой взгляд, все равно немножко такой сродни наращиванию такого, да, особенно если у вас короткие ногти у клиентов. Смотрите, и вы располагаете кончиком вот такой кисточки. Она вот самая простая, это дешевая-дешевая-предешевая кисточка. Раз выкладываете материал. Девочки, что получается? Просто идеально ровно. Вообще. Ничего не надо пилить, ничего не надо не два раза наносить, и вы можете делать по несколько пальчиков, он не шевелится. Вы же видите, я разговариваю, и вот он на месте. Смотрите, какая красотулька. Суши, пожалуйста. В лайт-лампе сохнет 10 секунд. Ну, если у вас слабенькая лампа, можете там 20 минут сушить. Это укрепление таким биогелем. И он не снимается с тоном. Он предназначен для подвижной ногтевой пластины, если испорчены ногти вообще, вы можете вот им выравнивать. Им можно делать на форму, им можно выравнивать ногтевую пластину. Тогда, то есть, все вот эти вот неровности, вот то, что вот там вот есть, особенно, знаете, когда неправильный, некачественный сделан маникюр был кем-то до вас испорчены ногти, знаете, такие вот целые ногтевые пластины, ямы, ямы от аппаратного маникюра. Вот это вот идеально. Конечно, база дает усадку. То есть, вы один слой нанесли, она повторила рельефность, второй слой нанесли. Если вы кисточкой делаете вот это, выполняете толщину, то жидкая база стекает. Конечно, в этом случае биогель вообще решает все вопросы. Но я больше все равно люблю базу. Все равно базу. Лучше три слоя базы. Ну, не знаю почему. Потому что, возможно, знаете, в базе есть определенные компоненты, которые намертво сцепляют ногтевые пластины. То есть, и с базой быстрее работать. Если вы обратите внимание, как вы выкладываете, да, вот биогель, да, вы базу нанесли, пять пальцев раз, нанесли пять пальцев два, все готово. Один, надо выложить, кисточкой надо время немножко потратить. Поэтому, если вы за скорость, я за базу. Если вы хотите идеальную, идеальную работу делать, конечно, вот мы сейчас посмотрим уже на два ногтика. Смотрите, какая красота. Биогель при коррекции спиливать? Нет, нет, девочки. Вопрос такой, биогель при коррекции спиливать или нет? Нет. То есть, вы, у вас уже отросли ногтевая пластина, отросла. Вы снимаете финиш и цвет. Вы можете биогель, оставить нужно так. Можно забафать и покрыть финиш, и у вас будут просто блестящие натуральные ногти. Но это все можно покрывать, все три способа, которые я вам показываю, можно покрывать гель лаком. Поэтому вы сначала спиливаете финиш и цвет. У вас получается как коррекция на гель обычный. Только просто, ну, меньше толщина и меньше, конечно, пилить. Он очень мягко пилится. Стоит он, девочки, 180 гривен он стоит биогель. 15 миллилитров. Дороговатый, но он очень классный. Я знаю, что есть там, ну, как бы подешевле. Качество, конечно, у нас есть гель там 80 гривен, там 100 грамм можно за 300 гривен купить, обычный классический гель. Классный он в чем? Потому что он очень твердый, он не отрезкается, не лопается, не желтеется. Можно ходить, 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 ходить очень долго. Можно наращивать ногти вообще на форму, просто вместо геля наращивать и классно. Немножко как бы дороговато относятся к вип, у нас есть материалы премиум и есть классические. Вот поэтому как бы они относятся к такому виду работы. Значит, смотрите, какая красотулечка, смотрите, как он блестит. То есть можно клиентке сделать и вообще просто оставить так и ее отпустить. Я, конечно, покажу, чтобы цветом покрыть. Девочки, и самый-самый ваш любимый способ, я немножко его покритикую, я вам расскажу это укрепление акрилом. Значит, смотрите, как мы делаем укрепление акрилом. Мы берем любую базу любой фирмы. Я буду использовать нашу базу премиум. Да, давай, давай, я покажу. Биогель можно покрывать гель краской или цветным гелем? Конечно, всем чем угодно. Биогель можно покрывать вообще всем на свете, всем чем угодно. Слушайте, я нанесла девочки базу. Биогель вы можете также использовать как обычный гель. Все, что вы делаете на гель, любую роспись, любые дизайны, акрил, акварельную, микс-медиа, фольгу, вы также можете эксплуатировать биогель. То есть вы его нанесли и сверху все, что угодно, гелевую краску, перебивное лютье, фольгу, жадку, хром, вот все, что только можно себе представить, можно делать на биогель вообще без проблем. Он намертво сопляется с любой торговой маркой, он не капризный, не проблемный, сохнет в любой лампе, поэтому дороговато чуть-чуть стоит, потому что он универсальный и можно с ним делать все, что угодно. Какой еще вопросик? Докладывать биогель можно на отросшие ногтевые ногти? Делаете коррекцию, как будто если бы вы делали коррекцию на классические ногти. То есть вы отрос, у вас ногтевая постина отросла, вы сняли финиш и цвет, нанесли праймер. Если надо, нанесли базу, нанесли биогель, получается, но протягиваете, вы же спилили часть биогеля, поэтому вы делаете коррекцию, как будто бы вы делали коррекцию на обычный гель, на классический. Мы нанесли на этот безымянный ноготь акрил, не акрил, а показываю способ укрепления ногтей акрилом. Значит, девочки, нанесли мы базу, просушили неполных напополам. Если классическая лампа, делим на два, если LED лампа, буквально десять секунд. Значит, смотрите, акрил, у нас баночка, вообще любой акрил берете, его боже, завалить, его себе продают, распродают там 30-40-50 гривен, это обычный акрил. Значит, значит, что мы делаем? Ну, просто макаем. Если вам неудобно макать, вы можете, если мало уже акрила, вот вы так вот с ним делаете, вот такое. Каким финишем по каламам будем? Любым, любым, каким вы хотите. Вот здесь можно все, что угодно сделать. Если я, допустим, рассказываю про мир ой, это такой головняк, тот финиш нельзя, тот можно, тот отвалится, тот не досох, то в этом случае, вот все, что у вас есть, вы можете покровать всем чем угодно, не капризничать, ну, действительно. Значит, смотрите, вот это вот акрил. Вы на базу нанесли, на высохшую наполовину присыпали акрилом, вытрусили пальчик, досушили. Вы так можете делать два-три раза в зависимости, сколько надо. Плюсы. Плюсы. Три секунды, толстый слой, укрепляем этот, кстати, можно снять ацетоном. Ну, долго-долго снимать. Какие минусы, девочки? Существует такой способ, делаем его быстрый, выравнивание ногтевых пластиней, относится к выравниванию ногтевых пластиней. Если выбирать, я бы лучше выбрала первые два варианта. Плюс вам, что, допустим, биогелий сегодня только начинающий, вам надо его там аккуратненько выложить, чтобы он не стек там по одного пальца. То есть немножко такое, получается, заниматься надо. Здесь вопросом заниматься не надо. Вы нанесли базу и покрыли ее акрилом. Толще слой, чем когда вы в первом варианте, когда вы используете акрил. Вам не надо быть осторожными, оно ложится, вот как вы базу нанесли, туда и ложится. И, конечно, плюс то, что толщий слой. Минусы, как по мне, лучше носится биогелий, носится лучше два раза база. Этот способ тоже существует, тоже девочки его берут, тоже укрепляют ногтевую пластину. Знаете, я вам хочу рассказать такую халтурку на Новый год, вот когда вот построили быстро клиентка, прибежала, хочу срочно ногти. Типсу прилепили, намазали базой, три раза в акрил, ну, акрил, база, акрил, база, акрил, база, и вот получилось наращивание за 20 минут. Вот это вот такой халтурный способ. Месяц проходит, конечно, ну, там 100-150, сколько вы берете. Значит, смотрите, что мы делаем дальше? Мы сверху покрываем финишем. То есть, у нас получилась такая вот, как бы, пирожочек такой, база, акрил и финиш. То есть, получилось, грубо говоря, вы базу сделали тверже, плотнее. Акрил на самом деле, а полимер входит в состав базы и финиша, это входит а полимер. Получается, что вы взяли, сделали, если против брать двух баз, которые были на оказательном пальце, этот способ, он прочнее, он толще. Ну, то есть, вы взяли между базами, грубо говоря, насыпали твердый акрил, который, вы же знаете, акрил плотнее, чем гель. И в этом плане, конечно, здесь способ выигрывает. Но носится лучше первые два способа. Этот, конечно, классный. Смотрите, у вас получился толстый ноготь, толстенький такой, да, укрепленный. Быстро, ровно, классно. Но носится все равно, конечно, лучше. Носится лучше вариант первый и второй. Девочки, пока мы все сушим, я вам хочу немножечко, чтобы у вас было хорошее настроение. Разные всякие, я знаю, ну, я на всех семинарах показываю вот эти вот, хочу вам показать крэк. Новый год все-таки у нас, мне надо золотое. Я сейчас найду золотое, пока девочка сохнет, я вам очень-очень быстренько, я хочу вам показать крэк. Значит, смотрите, тонещи золотое. Вы берете любое золото-серебро, вообще любое, любое, при любое. Сейчас. Давайте несколько сделаем, я вам хочу несколько показать. Это цветок я наношу. Смотрите, это обычный гель-лак. Золото-серебро берете, какое вообще вам нравится, вообще любой фирмы. И вот у нас есть такая вот, ну, крэк был уже в том году, это крэк. Вот так вот он выглядит. И сейчас получаются такие мелкие трещинки, очень много в интернете, много об этом говорят. Не закручиваешь, буду потом убирать. И давайте, я уже высох. Смотрите, что вы делаете. Если вы делаете тонким способом, черный, то получается тонкие трещины. Если вы делаете толстым слоем, то получается такие жирные, толстые трещины. пока нашу девочку. Смотрите, как классно наносится он. Высыхает он от воздуха. Потом досушиваете его в лампе и покрываете любым финишем. То есть, по сути, вот вам нужна вот такая одна бутылочка, и у вас получаются шикарные трещинки. Но сейчас пока закончим с биогелем, я вам покажу, как это все происходит. Еще вопросы. Портится ли праймер? Какой свой год? Девочки, праймер портится от пыли. Вы же макаете, вы же плохо вытираете ногти. И когда вы туда полбанки пыли, вот это вот, всякое такое вот накидали, и он становится грязный. Вот особенно у кого прозрачный праймер, вы так на свет смотрите, там полбанки такой мутный. Он уже не работает. нейтрализует большое количество вот этих вот частиц, нейтрализует кислоту, и поэтому он не работает и может отслаиваться. Девочки, если у вас праймер стоит еще вот так вот на солнце открытый, где-то или лучи, да, он в бутылке защищенный, но у некоторых есть бутылки, знаете, такие коричневые, прозрачные, это слабо защищенное от ТФ лучей, и вы можете столкнуться с проблемой. Вот смотрите, нет, это покрашено, я хотела вам бутылку показать. Вот когда покрашено сверху краской, вот такой вот матовый, тогда он будет более долгий срок. Если у вас бутылки темно-коричневые или темно-черные, вы видите, что она прозрачная, это стекло, это не краска, тогда можно иметь проблемы. Если замерз мороз, вот вы шли с сумкой клиентки, минус 30, потом пришли, все, не работает. То есть все, это уже, уже можно выкинуть срок в годности. Если черная банка, и вы никуда вот из того, что я перечислила, не сделали, полтора-два года может служить. Ну, девочки, ну, вы должны уже выработать за это время. Если он за два года валяется, то, значит, клиентов делаете мало, и можно... И еще, когда вы его покупаете на фирме, да, он стоит всего там 80-100 гривен, эти праймеры стоят разные. Сколько он пробыл на фирме? Это первое. Второе, если на фирме есть склад в другом месте, либо вам делали доставку, если он попал на мороз, и было минус 30, праймер выдерживает 10 градусов мороза. Если было минус 30, он уже не работает, кислота уже не соединяется в молекулярный ряд, и все это у вас просто отстаивается. Если у вас отстаивается на уфте у клиентов, это первая причина, это праймер. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Так, еще какой-то я нашла красивый крик, да? У меня акрил не бахнет. Сейчас покажу, я еще ничего не делала. Какой финиш на акрил? Любой. А я иногда покрываю финиш и наношу сразу цвет. Это приятно? Нет, нет. Девочки, смотрите, если вы, грубо говоря, держи, пожалуйста, посуши. Значит, смотрите, я сейчас объясню. Если мы делаем цвет, видите, у меня водичка такая. Значит, смотрите, если мы делаем цвет сейчас, то мы тогда бафаем, пилим, если это надо. Если мы выложили идеально ногтики, тогда мы сразу наносим цвет, а финиш любой. То есть, все зависит от того, как вы это сделали. Давайте я возьму ручку, я вам покажу, как вариант. Смотрите, мы обращаем внимание на каждый из вариантов. Первый вариант получился достаточно тонковатый. Второй вариант самый толстый, самый блестящий, самый красивый. Этот вариант самый быстрый, самый ровный. То есть, они просто разные. В носке самый лучше всего будет первые два варианта. Этот вариант уступает. Мы сейчас вытираем липкий слой. Для того, чтобы сделать, накрасить стык кутикули, надо обязательно вытереть липкий слой. И здесь у нас, я уже вытерла липкий слой, девочки, если вы не делаете укрепление и выравнивание ногтевой пластины, этот помутнел, это мутнеет, становится матовым, база, это нормально. Не думайте, что я вытерла все, но не высохла. Это нормально. Когда такая классная база, у вас тогда идеально ляжется стык кутикули материала. Значит, смотрите, когда вы вытерли липкий слой, вам любой, вы берете гель-лаки, любой фирмы, вообще любой, водянистый, которые стекают, там морщатся, то есть капризничают. И вот представьте, когда у вас гладенькая такая классненькая поверхность, как вам легко подобраться к кутикуле, как вам легко нанести материал. И они не скользят, они не съезжают, они не подпрыгивают, они с ним ничего не происходит. Просто даже, когда вы не укрепляете ногти, вы можете просто использовать этот способ. Вы наносите базу и вытираетесь в нее липкий слой с любой фирмы. И наносите гель-лак любой фирмы. Тогда у вас это все не будет ездить. Все будет идеально и шикарно. То есть не обязательно только для укрепления. Для любой работы вытираете с базы липкий слой. Девочки, я еще хотела вам показать один ногти красненький. Просто такой красивый красненький крек, вообще шикарный. Смотрите, как он классно наносится. Я, кстати, не сушу базу, сразу под окрилом присыпаю. Можно, да. Можно, 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 можно. Если вы мастер, давно работаете, это можно делать. Я показываю, почему, чтобы сушить. Смотрите, клиенты руками делают. И если, не дай бог, ваша база с вашим акрилом, акрил же тяжелый, в том плане, что он может съехать. Поэтому, когда вы чуть зафиксировали, у вас база не шевелится, и вы акрилом присыпаете, у вас качественная работа. Если вы мастер с опытом работы, вы вообще без проблем вы можете делать. То есть вы нанесли на все... Катя, выключился экран. Нанесли на все ногти базу, поприсыпали, и тогда сушите. На базу акрил нанесли, и вот так можно делать. Это при условии, что вы быстро работаете. Смотрите, что получается с красненьким цветом. Я вам, девочки, покажу крэк, как он треснул. Прикольно. На Новый год. А, что рисовать? На крэком накрасила, и все, красота. Видите, чем мельче я сделала слой, тем меньше трещины. Я сделала здесь очень-очень крупный, и получился такой вообще узор. И знаете, вот особенно синий, у нас есть там темно-синий, вот серебро с синим. Не надо никаких цветочков. Накрасила, крэк, все треснуло, типа зимняя роспись за три секунды. Все покрываете это вот такое, вот любым финишем, шикарно носится. Вообще любым, вот вообще любым-любым. И наносите на укрепленные, не на укрепленные, на любые ногти. Это такая вот как бы новинка. Я вам немножко вас развлекаю, а то маникюрцы и покрытие в стык-кутикуле скучненько. Я вам немножко что-нибудь такое показываю. Значит, возвращаемся к нашему укреплению выравнивания ногтевой пластины. Теперь, значит, смотрите, что касается стык-кутикуле. Можно то, что есть сейчас, не вытирая липкий слой, накрасить, но это можно иметь целую кучу проблем. Что мы делаем теперь, чтобы получилось по-настоящему стык-кутикуле? Мы отодвигаем кутикулу. И что мы видим? Мы видим переход. Я вам сейчас ее отковыряю. Я не знаю, вы видите или нет. Я сейчас его выключу на минуточку. Я не знаю, вы видите или не видно. Сейчас, сейчас, сейчас я попробую. Видно? Смотрите. То есть у нас получилась ступенька. Когда вы сделали на ногтевой пластине, вам показалось, что вы кутикуле нанесли базу, то если мы отковыряем кутикулу, то мы увидим ступеньку. То есть уже не стык-кутикуле было бы, если бы мы этого не сделали. Что мы делаем с середины? Так же самое, смотрите, в открывая кутикулу прям подвигаете и хорошо отодвигаете еще. Та же песня. Дырка. То есть, если бы мы начали наносить, вот я показываю, вот так вот было бы. Поэтому все эти способы укрепления и нанесения стык-кутикуле стык-кутикуле вы наносите только, когда вы вытираете базу. Вот когда вы так вот хорошо вытерли, вот видите, вот прям вытерли базу, вытерли липкий слой, отодвинули кутикулу. Что мы делаем теперь? Мы берем несчастный бафик, вот такой вот, уже который израсходован. И мы начинаем забафывать. переход незначительный. И, соответственно, вы шикарно забафаете, переход от ногтевой пластины к материалу станет ровненьким идеально. И, когда вы делаете таким способом, все ваши неровности полностью уходят. И, соответственно, у вас есть вопрос. Есть еще несколько вопросов. Какая цена вашего траймера? 80 гривен. Траймеру стоит, девочки, 80 гривен. И еще два вопроса были в начале. Почему белый слак не откалывается по свободному краю на одном двух ногтях через... А, почему белый слак откалывается по свободному краю на одном двух ногтях через 24 дня в 8-7? Это может быть связано с топ-делением? Нет. Девочки, значит, смотрите, я, ну, как бы, очень много, достаточно веду бесплатные семинары, бесплатные, там, рассказываю все, как, что, почему происходит. Когда вы берете материал и покупаете, да, вот в торговых марках любых вообще вот любых, никто не обречает внимание на лампу. Все там, да, 9 ватт, там, столько ватт. Я за эти лампы очень много на семинарах даже чуть-чуть так, как бы, ну, не ругаюсь, понятно, ну, обращаю на это внимание. Вот, вообще, купили вы на Алиэкспрессе материалы? Стоит ли это гель-ламп? 500 или 3 рубля, неважно. Первое – это лампа. Если у вас электронная лампа с одной кнопкой, не выстраивается, если рассматривать, ну, разбираться, да, вот я, допустим, технолог, и я вот знаю там практически все по материалам, не выстраивается полимерная сеть. Что это значит? Молекула не присоединяется в гель-лаке, если смотреть под увеличением, они выстраиваются в круги, либо в такие квадраты, либо в цепи, вот так вот, в кругу. Если не присоединяется к молекуле, к этой цепи, молекулярная цепь отслоилась, знаете, вот я сейчас вам обращу внимание, вы сразу поймете, почернил финиш, полинял гель-лак, стал другого цвета или пятнами взялся. Вот то, что вы задали вопрос. Откололась, скололась, треснула, белый выпрыгнул бульбушку, вы красите финишем, тянется белый, на ватке остается цвет. Это не сушит лампа. Вы меняете кучу-кучу материала, вы ищите материалы, вы, получается, пытаетесь разобраться в материалах, либо в праймере, либо в финише, вот как вы задали вопрос. Девочки, это первая лампа. Если у вас плохая лампа, вы будете иметь проблемы. Вы возьмете любые самые крутые, дорогие материалы, и вы, оно вроде стучит. Знаете, я всегда привожу пример, вот я хожу сама, я сейчас вам просто расскажу, что я буду делать, я немножко подровняю биогель по краюшкам, чтобы красиво было. Я сама делаю уже ногти, и я ходила к девочке, ну, к очень хорошей девочке, она мне делает ногти, шикарно делает, я смотрю, финиш, вот я нашим финишем суперблеск, он месяц блестел, и я заметила, я к ней хожу там, типа, два года. Он не блестит и стал грязным, и сразу, аааа, писали брак, завод брак сделал, что делать, что делать. И потом до меня доходит, что у нее лампу, она там, ну, как бы, я хожу к ней два года, она ее не меняла, а ее уже надо было еще год назад поменять. И я стала замечать, что вот у меня где-то там откол пошел, мои материалы классные, крутые, да, откол, не блестит, треснул ноготь, ну, ни с того ни с сего. И я стала ходить со своей лампой к ней, делать ногти, все хорошо, все круто. Просто вы иногда не обращаете на это внимание. Вам это не рассказывать при покупке материалов, что это как бы основное. Потом, второй момент, это праймер. Если у вас плохой, некачественный праймер, вы делаете вот такое биоукрепление, тоже может отвалиться. И самое главное, девочки, наносите всегда два раза базу. Укрепление, это не укрепление, либо вы просто наносите гель-лак два раза базу. Это вас, вы очень сильно тонко наносите базу, очень тонко. То, что делают клиенты с ногтями, там надо три раза базу наносить. Вы же поймите, сковородочку, ну, там тоненькая, но что умрется и откололась. Поэтому, когда вы наносите базу два раза, хороший праймер, долго сушите, тогда вот ваши клиенты дольше носят. И, конечно, то, что вы вопрос задали, финиш, девочки, конечно, вот у нас есть финиши, например, по 100 гривен, есть по 200. У нас 15 видов финишей. И есть финиши, которые, я пример приведу, QF3, вот он. Зубами не оттерешь через месяц. Не желтеет, не чернеет, не трескается, все дизайны держат, шикарный, все. 200 гривен, намертво зубами, супер блеск. И мы берем финиш, например, ой, ну давайте, я не знаю, какой, 007. Тоже финиш без липкого слоя, вот он вот, 07. Такое себе. То есть это эконом, он 100 гривен стоит. Иногда бывает треснет, иногда бывает там пожелтеть. Ну не у всех там, один-два есть, таких вот вопросы задают. Ту лампой там не засушила. То есть он столько стоит, вот ему цена наполовину, поэтому вот у него такое есть. Вот ему можно там блестки мешать, то есть мы его продаем как эконом, как чтобы вам, ну можно было, допустим, вы делаете часто зеркальную пудру, вам кисточку, знаете, вы портите кисточку. Поэтому еще обратите внимание, что разные финиши носятся по-разному. Финиши ЕО мягкие, 10 дней оно все, оно все стало черное, с лампой, без лампы, оно очень мягкое, оно очень слабенькое. Поэтому, когда вы выбираете финиш, то вы должны обратить на это внимание. Потому что то, что какую вы используете базу или праймер или какой-то вы там цвет где-то заказали, на это клиент не обратит внимание. Но блестит или не блестит, на это клиент обратит внимание, к вам просто не вернется. Поэтому лучше на финише не экономить. Вы можете сэкономить там на каком-то цвете, где-то там что-то наколотить или каком-то там, ну на чем-то другом. Девочки, значит, я вам, конечно, было бы круто, если бы я вам сказала, гоните таких клиентов. Не морочьте голову, к сожалению. Значит, вопрос такой, спрашивает в чате, ногти трамплинообразные в трубочку. Я шучу, говорю, гоните этих клиентов за 100 гривен себе морочить голову. Если у вас возможность есть не делать, лучше не делайте, конечно же. Если вам деться некуда, два раза праймер, два-три раза база, биогель не поможет, биогель отторгнет. База будет носиться. Объясню почему. База более подвижная, более эластичная. Ну и это два-три раза. Смотрите, тогда ногти будут гнуться. Оно не подпрыгнет. Если вы делаете биогель, отвалится сразу, даст на слойку. Почему? Все равно ноготь сворачивается в трубочку, он все равно потянет материал, все равно остается. Акрил категорически нет, акрил очень хрупкий. Два дня это отвалится все. То есть вы можете попробовать два раза праймер, два-три раза база. Это может сработать вариант. Это не стопроцентная гарантия, все зависит от того, что делает клиент. Лучше такие ногти наращивать на типсы, делать там. Я показываю, у меня есть целый семинар бесплатный. Это сложное укрепление как бы очень проблемных ногтей. Это тропленообразные, тропленовидные, мокрые ногти, опокосанные, грузуны там и все. Это, девочки, это наращивание. Я знаю, они не хотят. Я знаю, они хотят за 50 гривен еще и чтобы звездное небо им нарисовали. Я понимаю. Но если у вас есть возможность и вы не хотите решать вопрос, лучше откажитесь. Ну, вы потратите нервы, время. У меня были такие клиенты. Я предлагаю вариант. Давай нарастим за 500 и будет у тебя там три недели. Ну, да. Сколько вы берете? Хорошо, давайте так. Давай нарастим за 300 и будем наращивать. Да, коротенькие пускай будут. Вы там типсами укрепляете. Я там рассказываю, как это можно сделать. Либо не морочьте мне голову, но она не будет держаться, девочки, ну, две недели. Вот тот способ, что я рассказываю, праймеры, база хорошая, да, ну, две, но она подтянет. Ну, это такая структура, знаете, это как диапетическая стопа. Ну, нельзя делать педикюр. Ну, что вы можете сделать? Ну, нельзя делать. Вы хотите помочь человеку, но вы не можете. Поэтому вы можете, знаете, как в целях эксперимента сказать, давай я знаю способ, я попробую, если этот способ не даст желаемого результата, извините, простите, вот, вот все. Ну, вот так. И девочки, есть вещи, которые, к сожалению, мы не можем решить. Вот честно. Конечно, вот я вам могу сказать, в этом плане классный акрил. Акрил, вот если бы вы работали, я не работаю сейчас. у меня аллергия на акрил, но если бы вдруг на него не было аллергия, акрил все выдержит. Любые проблемные ногти, любую форму, грызунов, акрил практически не оставится при правильном нанесении, уже нельзя. Он очень токсичный, можно иметь серьезные проблемы с почками с печенью и сейчас им никто не работает. Вот если вернуться там на 5-7 лет назад, акрил решал все вопросы, все ходили и вообще все были счастливы, у кого-нибудь все было, все прекрасно. Сейчас все такое нежнятинское, эта тоненькая база, тоненький цвет, она все такое нежненькое, сковородочку им нельзя шкрябать. Поэтому они хотят сковородку и хотят еще, чтобы это стоило 50 рублей. Поэтому старайтесь, конечно, таких клиентов, если есть возможность, не брать. Либо предложите им тот вариант, который я вам предложила. Сейчас расскажу за лампу, давайте я уже немножечко покажу, какие красотулечки, так жалко, что вам не видно, какая прелесть. Смотрите, как мы всего лишь забафали, и смотрите, возле кутикулы, посмотрите, какие они ровненькие, какие они классные. Смотрите, вот штук ваза, посмотрите, какие ровненькие, красивые. И вот, конечно, в этом плане акрил вообще идеальный, смотрите как. Т.е. не видно разницы, чем вы сделали. Только носка. Долго, очень долго, 2 плюс до 3 недель. Это носится. Вот эти два способа вообще там, пока вы не сделаете коррекцию. Видно, визуально не видно. Все зависит от времени. Самый дольший способ, самый быстрый и средний. Но этот такой толстенький, поэтому. И сейчас мы будем сделать, я вам покажу, как нанести в стык кутикулю. Но у нас тут сидит модель, она захотела какие-то там что-то, какой-то дизайн. Не знаю, правда, что она хочет. Что ты хочешь? Я хочу вот эти все, а вот эти два вот эти. Я, Гарри, хочу вот это, а вот эти вот туда. Вот этим вот геллаком хочу вот эти три, а вот этим геллаком вот эти два. Хорошо. А зеркальную пудру куда я тебе буду делать? Ну можно вот сюда зеркальную пудру? Девочки, я вам покажу, сейчас я нанесу стык кутикуле. Значит, смотрите, цвет мы берем, я вам показываю на бумажечку, вот так вот его наносим. Вот. Он у вас должен быть по-другому. Это для того, чтобы сделать идеальный стык кутикуле. Мы берем чебурашку. Кто знает страшную историю за чебурашку. Значит, смотрите, вот, это такая кисточка. Любую можете вообще брать, любую при любой. У меня есть, да, спасибо. Облизали, потому что без этого способа у нас не получится никак. Так, и вы набираете, когда кисточку набираете, вы изначально делаете возле кутикули тоненькой кисточкой. Вы можете подлезть максимально-максимально близко. То есть, смотрите, как вообще, вот вообще до кутикулы практически, вытравиться до кутикулы нельзя, даст, может дать отслойку, но вот такой вот способ даст вам очень классно, вы можете наносить очень-очень-очень близко. При условии, что вы вытерли базу, что вы забафали переход от материала к ногтевой пластине, вы наносите, гляньте, какой офигенный премиум, как наносится. Девочки, вот эти, конечно, гель-лаки можно даже в один слой наносить. Смотрите, даже в один слой, даже не буду в два слоя, в один слой вообще шикарно. Тем более, я буду сейчас зеркальную пудру делать, хочу вам немножко, чтобы вам было веселее. И смотрите, вы его нанесли, гляньте, какой он густой, вам даже два раза его не надо наносить. И вы кисточкой можете все места залезть, такие, которые труднодоступные, и закрасить просто шикарно. Гляньте, как близко-близко, жаль, что у нас, я, конечно, у нас в школе, кто знает, у нас стоит очень крутая камера, и видно все-все-все, здесь не видно, но зато у вас преимущество, вы по снегу сидите дома, пьете чаек, вам так классно, вам надо было бы к нам ехать еще на 11 утра, еще была охота вставать в такую рань, поэтому в этом плане, конечно, мастер-классы, вебинары лучше. Значит, смотрите, также, если вы навалили материала очень много, с кисточки плохо сняли, вы можете тонкой кисточкой его настолько красивенько растащить по ногтевой пластине с уши. Так, и я хочу вам, девочки, чтобы вам было хорошее настроение показать, какой дизайн можно делать зеркальной пудрой. Я беру зеркальную пудру четверку, вот она. Если вы хотите, вы можете мне написать, я вам один ноготь на типсе покажу зеркальный, как делать. А я вообще хочу сделать, Тани, ну что такое простой дизайн? Значит, смотрите, любой финиш без липкого слоя, вообще любой, вообще любой подходит. Вы берете, я вам сейчас на краешке показываю, капельку ставите, вот так. Вот, и набираете финиш, макаете его в зеркальную пудру и колотите здесь. Конечно, для дизайна это шикарная штука, тем более сейчас зима, Новый год, это все будут эти дизайны хотеть. Значит, что мы делаем? Пока сохнет, я вам, девочки, хочу показать теди бархат. Я буду делать теди бархат и ногти. Я беру, сейчас возьму два ногтика, я вам хочу показать разницу между бархатом и теди бархатом. Я не знаю, вы увидите ли это на... Бархат, а моток. Девочки, сейчас я попрошу принести моток, я вам пока тем временем беру кошачий глаз, просто на кошачий глаз лучше всего видно. Я хочу вам показать, вот у меня магнитик, значит, смотрите, я буду делать, у меня классический магнитик, лопатка, и на него прикреплен усилитель магнита. Вам это не обязательно, это если вы хотите. Вы берете любой кошачий глаз любой фирмы. Я беру на РНК, у нас на РНК сейчас классная акция. Значит, спасибо, Тань. Кошачий глаз стоит 100 гривен. Берете 2-3 подарок, еще жикарно, Новый год, такая акция. Вот типса. Ох, какой красивый получился. Гляньте, девочки, как наносится офигенно. Кошачьи глаза. Кошачьи глаза такие красивые. И смотрите, что вы с него делаете. Гляньте, как наносится. И вы подставляете магнит сбоку. Я вам его показываю, чтобы вы видели разницу, гляньте, как сияет. Сейчас. Чик, чик, чик. Чик, чик, чик. Слушай, еще сейчас какой-то один покажу вам. Красивый. Да, девочки. А у нас пятница-развратница. Мы пьем иногда. А вы там в декрете с детьми. Мы без вас скучаем. Давайте уже пускай быстрее вырастают детки. И приходите к нам. У нас очень много тематических вечеринок. У нас будет шикарная новогодняя. Гляньте, какая красота. Мы посвящены Новому году. Мы нашу клиентскую базу приглашаем на Новый год. 15-го, по-моему, я забыл 2-го числа. 15-го. Значит, 15-го четверг с 11 до 2-х часов у нас будет семинар. Ну, как бы все стандартно. Это тематическая вечеринка ХИТ-90. Если вы приходите, такая щелка, там все, серьги, что-то такое, там в лысинах какие-то, ну, там что-то можно придумать. Вы получите гель-лак в подарок. Мы вас фотографируем. Вы можете во всех сетях. Наши, все тематические вечеринки. Есть во всех контактах, на наказнике, в Фейсбуке, в Инстаграме. Везде, везде, везде. В Ютубе есть видео. Можете заходить, смотреть. И в этот день вы получаете 20% скидку на весь товар. Вот это вот, там, получается, это все бесплатно. Ну, посвященный, как бы, Новому году. И, конечно, мы наливаем шампанское, веселимся. Очень весело. Поэтому приходите к нам на бесплатные мастер-классы. Это последний. Будет еще, там, 1-го и вот 15-го. Это последний в этом году. Потом будет перерыв, там, где-то около месяца бесплатных мастер-классов не будет. Потом я сделаю новые темы. По поводу новых тем. Вы можете писать свои комментарии, что вы хотите, что мы не показываем, а вы очень хотите. Я читала аэрограф. Сидите, тот человек, ну, написал, приходит постучать. Я говорю, девочки, буду показывать дизайн аэрограф. Кто-то купит аэрограф? Нет. Ну, дизайны показывайте. Хорошок. Будем показывать. Дизайны все равно. Может, там, БТ-стекло. То есть, там, я не знаю, что еще. А еще, кстати, вы можете, у нас очень много есть уроков в Ютубе. Можете везде смотреть. И, конечно же, конечно же, у нас будет в эту пятницу бесплатный вебинар. Тоже вы можете подключаться, смотреть. Там, конечно, тема по дизайну, да? Сейчас я прочитаю. Кать, какие дизайны у нас по вебинарам? Я сейчас вам прочитаю, чтобы вы просто знали, на что вы можете посмотреть. Давай. Значит, смотрите, какой классный кошачий глаз. Даже не надо второй раз наносить. Вообще шикарнющий. Стемпинг. Стемпинг будет в пятницу. Дальше. Левка 4D. Дальше. Что еще? Зима. Все дизайны. Все, все. Зима. Ёлки. Объемные розы. Значит, смотрите. Все, что уже у нас после первого, все будет посвящено новому году. Это. Ёлки, Деда Морозы, камушки, блестки. То есть, вот вообще все, 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 что касается нового года. Все дизайны. Допустим, если там вот, допустим, зеркальная пудра. Я сейчас нажму, то что-то пропадает. Зеркальная пудра, то это будет посвящено новому году. Что вы можете посмотреть, что касается нового года. То есть, в пятницу будет дизайн новогодний. Вы можете писать, как раз до того момента, вы можете писать комментарий, что еще хочется посмотреть. Возможно, я как бы включу семинар и вам что-нибудь буду показывать. Так, давай руку. С другой стороны залезь, пожалуйста. Значит, девочки, смотрите. У нас высокий лак. Я его сейчас покрываю. Тедди, Тедди, Тедди бархат. А, Тедди бархат есть. Значит, смотрите. Я вам на примере. Я знаю, что у вас вопрос, что такое Тедди бархат, что-то вообще такое. Ну, кто не видел, кто у нас ходит по семинарам, все знают, что такое Тедди бархат. Это структурный бархат. Пушистый, как будто что-то. Смотрите, сколько раз я его наношу. Вот так вот. Его выкладывать надо, иначе он лежит полосами. Слушайте. И я беру дешевый моток и Тедди бархат. Моток там что-то в районе 50 гривен стоит. Этот стоит 200. И вы сейчас увидите, почему. Я беру. На кошачьем глазе показываю, чтобы вам было хорошо видно. Моток очень пачкается. Вы его сушите. Смотрите, мат 2 недели максимум. Особенно, если светлый, будет грязный. А бархат не пачкается. Бархат хороший. Ну, он стоит 200 гривен, а матом 50. Поэтому все зависит от качества, от завода-производителя. И, девочки, все матовые. Вы все сушите 4 минуты. Ми-ни-мум. Долго сушите. И наносите. Смотрите, вот я вам показываю. Смотрите, как я наношу. Вот это классический способ. Нанесли все. Вы его делаете. Выкладываете, выкладываете. Выкладываете, выкладываете. Вот так, вот так, вот так, вот так. Слушаем. Берем Танечку. Аккуратно. Смотрите, вот такой вот бархат. Получился, который как бы матовый. Вам не видно из-за камеры. Вам не видно офигенного качества, вот какой он крутой. Я вам сейчас что-нибудь быстренько нарисую. Мы взяли зеркальные блестки, намешали с финишем без гибкого слоя. Что-то совсем такое простенькое. Как всегда, трафаретные розы. Не знаю, вам видно или не видно. Видно? Слышки, напишите, вам вообще видно на следующие, получается, дизайны? Вот хоть что-то видно, что я рисую? То есть, это вообще можно вебинары вести на художественную роспись? Вам тут что-то понятно? Я, конечно, я знаю, я приготовила специально, когда мы будем вести вебинары, я буду вести на крупные типсы, чтобы вам было видно, допустим, на натуральные ногти. Здесь почти ничего не видно, да, что я делаю? Ну, я рисую трафаретные розы. Я буду все дизайны делать на типсы, ну, крупные. Так, красота какая. Девочки, еще вопросик. У нас есть наши девочки, которые, ну, к нам все время ходят. Есть ли у нас аудитория? Те, кто вообще... Никогда никто меня не знает, не видел первый раз там или какой-то другой город. Напишите, пожалуйста, какой город и как вы нас нашли, чтобы я вам могла что-нибудь еще интересное рассказывать. Мы у вас могли оповещать там бесплатные-платные. Напишите, есть ли не наша клиентская база. Те, кто к нам не ходят вообще. И вот кто-то из другого городов. Мне интересно просто вообще, как у нас все происходит. Ничего не видно? Сейчас я так сделаю. Сейчас я попробую. Не видно, да? Плохо видно? Угу. 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 Просто все равно. Это плохо, потому что так плохо видно. Потому что должно быть хорошо видно. Хорошо, а давайте вот эти все на типсы. Так, здесь город огромный местный. У вас нужно делать остальные покупки. Вот, гляньте. А вот на типсах видно, да, вот дизайн? Дички, буду все дизайны делать на типсах. Ну, вот вам же видно, что вот он такой. Одесса. Одесса. Одесса, я не знаю, у нас все было. А-а-а! Это же сто лет назад было. Есть Харьковская область. Круто! На типсе лучше. Все, буду тогда... Я просто сегодня, что у нас тема не дизайны, поэтому я один так вам показала. Значит, девочки, так же, не знаю, будет ли вам видно, что значит матовый и что такое структурный бархат. Бархат, получается, вот он он. Он как будто присыпанный, вот такой как будто пушкарный, знаете, как чем-то насыпанный. А это просто матовый. Ну, знаете, это то же самое, что если бы вы забахали, разницы бы не было. Поэтому, конечно, структурный вот этот Тедди бархат, его берут лучше. Называется Тедди пушка, ну как мишка, типа пушистый мишка. Вот они, видите, какая разница. Один 50 стоит, другой 200, вот как бы. И давайте, девочки, я вам, а то, получается, даже не видно было, что я нарисовала. Я вам просто кусочек здесь покажу. Вот так вот, маленький. Да, видно на темном. Вот так вот на типсе видно. Я вам все дизайны буду на типсах показывать, как бы, потому что у нас сегодня маникюр, у нас сегодня дизайна нету. Я вам так немножко покажу, чтобы вам было приятненько. Чтобы... Да, 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 супер, короче. Угу. И еще, конечно, если у нас еще там есть время, я хочу вам показать зеркальную пудру. Все секреты. Это не секреты. Девочки, так же напоминаю, вот вы из других городов, что у вас, что интересно, что у вас там, вот, что требуют клиенты, что они хотят. Можете писать, я вам буду показывать. Ну, вот у нас будет пятницу. Я как раз за это время подсчитаю, что вы хотите. Я для вас приготовлю разные дизайны. Может быть, я что-то включу в программу интересную. Когда вы это сушите, вы вот эти вот все бросаете, и клиенты так ходят. Ничем это не перекрывается. Смотрите, кисточкой вот это вот я вам крупнее делаю, чтобы вам было видно специально. Оно также рисует очень тонко. Я сейчас вам нарисую, вот, допустим, какую-то тонкую линию. Смотрите, как, насколько тонко-тонко рисую. То есть, это зеркальная пудра. Вы можете рисовать и тонкие линии, и любые рисовать. И уже вы сверху ничем не перекрываете. Вот я взяла, например, получается, финиш бархатный. И покрыла финиш с блесточками, с вот этими вот зеркалка. И вот это клиент носит месяц, но не вытирается. Блесточки вытираются, эта зеркалка не вытирается. Таня, давай руку. Значит, смотрите. Я знаю, что плохо видно эти трафаретные розы. То есть, вот это все высохло. Пока. Вот это все высохло, это все идеально. Значит, Таня у нас забажала этот безымянный. Я слышала, что праймер можно сушить, правда ли? Да. Есть ли у вас курсы акварельной росписи? У нас курса в акварельной росписи нету. У нас праймер... Какой ты хочешь? Вот этот. Вот этот. Ага, я поняла. Значит, смотрите, девочки, праймер, тот праймер, который у нас, у нас универсальный. Для акрила, геля и гель-лаков его надо сушить. Просто так быстрее. Он высохнет и так. Ну, 5 минут сидеть вот так сушить. Поэтому вы можете его сушить. Лампе можете не сушить, просто в лампе свет, и он высохнет быстрее. Поэтому это уже на ваше усмотрение, как вы хотите. Можно у нас сушить. Девочки, у нас есть интернет-магазин, лисицына.com.ua. Там где-то, давайте напишем, лисицына.com.ua. У нас, мы делаем деставку по всей Украине, все, что хотите, новой почты. То есть, вообще полностью все, что вы видите, все у нас есть на сайте. У нас, девочки, огромное количество разных классных акций, куча всего. Процент в соотношении, сколько добавить пудры, кто везде в кастрюлю? 50 на 50. Слушай, что-то я вам хотела интересное показать. Трафаретную розу я сделала сейчас. Смотрите, я хотела вам еще зеркальную пудру. Смотрите, я вам покрупнее нарисовала. То есть, клиент пошел, и это не вытирается месяц. Зеркальная пудра с финишем без липкого слоя носится на любой поверхности. Ой, что зацепила. Носится очень долго. Поэтому так вот клиенту сделали, и клиент пошел себе, красота. Значит, я вам сейчас... Правильно время или неправильно? Полдевятого, что ли? А, ну не правильно, часы у нас идут. Сейчас, Танечка, найди. Ой, давайте я вам покажу. Найди мне черный. И я вам сейчас еще покажу, девочки, зеркальную пудру. Девочки, привет. Думаю, у вас на курсах наращивания ногтей. Сейчас в Германии находлюсь. Продолжение в Германии. Боже, как приятно. Германия, как там? Конечно, вы хитрые. Вы там по 100 долларов делаете ногти. А мы тут сидим по 200 рублей. Гривен. 200 гривен, это, наверное, типа 7 евро, или сколько это? Сколько это, да, типа считаем? 30. Три. Мы работаем за 7 евро. Так что привет, Германия. Мы у вас обнимашки. Лю-лю-лю. Видите, вот сделали по просьбе. У нас там девочки в Италии, в разных там, в Европе, в Испании есть. Говорят, давайте же вебинары. Вот мы как бы в Стамбуле. У нас в Стамбуле. Учили в Стамбуле. Учили в Стамбуле. Международные наши девочки. Смотрите, и я вам хочу сказать, что вот мы ведем вебинары. Как бы, ну, начали, у нас такая серия вебинаров. У нас бесплатные 4. И платные, конечно, на самые, мы выбрали самые-самые интересные темы. Это наращивание ногтей за 40 минут. Наращивание ногтей за час френч. То есть я показываю, мы засекаем время, как, послушай, черный цвет, как нарастить ногти. И на все темы, вот у нас, получается, их 12, серия из 12 вебинаров. Вы можете дома, и все они есть на записи. То есть все будем записывать, и все будем, если бесплатные, то они будут бесплатные. Там доступ и платные, ну, там тоже цена у нас вообще очень-очень классная. И также вы можете писать, какие вебинары снять. То есть вообще, без проблем, пишите, пожалуйста, комментарии, что бы вам интересно, что у вас не получается, что бы вы хотели посмотреть, какие дизайны, какие новинки. Вот очень много сейчас, очень модно зеркальная пудра. Буду все, 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 что вы хотите, все буду показывать. Потому что, ну, на самом деле, как бы, камера есть, я есть, все, все, можете просить любой дизайн, я буду показывать вам. Пишите, есть в сети личными письмами, скидывайте ссылки, хочу посмотреть этот дизайн. Например, аквадизайн, техника кавалерийная роспись, сейчас очень модно. Это вы берете все, что у вас лето не выкинули, получается вообще шикарно, 3 секунды рисовать, вы размываете финишем, либо дизайны по-мокрому. Пожалуйста. Потом, давайте, у меня есть, у меня мало здесь, я как-то не подготовилась. Я вам просто покажу чуть-чуть. Вот это вот, это на бархате, вот это зеркалка. Потом это такие вот 3D капли. Это с сухим, с сухим получается, есть сухой хром. И получается, вы делаете капли, они как объемные. Вот на вот этом лучше видно, я сейчас вам покажу. Они кажутся, как будто там несколько, они вот плоские, а как будто пальцем трючь, они плоские. А на вид камера просто не передает, они объемные. Тоже, это же все делается, это же все экспресс-дизайн, это все за одну секунду делается. Вот замученная акварельная техника по-мокрому. Это waterway называется, это самая легкая, вообще что вообще может быть в мире. Вот эта техника акварельной росписи, это получается, сейчас попрошу, у меня пропал экран. Значит, я попрошу кого-то, чтобы принесли типсы, это просто из мастер-классов. Это акварельная роспись. Подушки принеси, да. Вы просто, может, комментарии напишите мне, чтобы вы хотели посмотреть. Сейчас я вам еще что-нибудь... Это не постановка руки, я сейчас вам расскажу. Сейчас, 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 сейчас. Значит, смотрите, по поводу лампы там вопрос. Вот это вот жадко-хром. Видите, она плоская. А светлая как будто такая вот сейчас... Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я не знаю, видно вам, что она рельефная? Тоже, пожалуйста, если есть желание, буду такую показывать. Ну, конечно, самое мое любимое, это вот то, что я вам сейчас показывала. Это вы берете кошачий глаз, покрываете матовым. И вот эта вот зеркалка, это же уже затерли, это же мастер-классы, это же девочки так делают. Они трудно... Типа вот по трусу, может, это к Новому году джина какой-нибудь вылезет. Ну, вот еще тоже вот это вот всякие камни, как лепить. То есть вот тоже могу показывать бесплатно, если у вас. И вот эта вот ватер-вая техника, тоже капли, три секунды делать. Хорошо, девочки, давайте мы сейчас, я вот это все убираю. Пока не надо, я сейчас расскажу, сейчас секундочку, я выпью бокал воды. Отвечаю на вопрос, под каким умом держать кусачки, чтобы был правильный, допустим, маникюр. Девочки, значит, смотрите, все зависит от того, какие инструменты. Олтон или хороший Олтон, или... Сейчас я забыла, как они называются. Эрудит. Эрудит Олтон, классные. Сталикс. Это на любителя, правда. Ну, вы, допустим, ну, сейчас я на своем покажу. Держите 45 вот так, выше, ниже. Зачем вы отмерять угол? Если вам надо подлезть, как я могу, допустим, вот вы говорите угол, да? Если вы здесь делаете, вы держите вниз. А если вы делаете, делаете уже не боковой валик, а возле петерегии, вы же руку вверх поднимаете, значит, угла нет. То есть, если вы имеете в виду полотно держать, так я вам показываю. Если вы делаете, вот, вниз, здесь один угол. А если вы обрезаете, сейчас я еще, чтобы вам видно было, здесь другой угол. Главное, хорошие материалы. Я не работаю ножничками, инструменты, я не работаю ножничками, я работаю только кусачками. Девочки, просто набивать руку, просто угол не обязательно. Многие школы, я знаю, они вот теорию угол, 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 там, да, вот по таким уголам, по 45 градусов, по таким, там, меньше, больше. Вы набейте руку только, когда будете практиковаться. И я вам могу сказать, что, дай ручку, я вам просто покажу, с другой стороны залезть. Посмотрите. Вот, если бы я делала маникюр обрезной, да? Сейчас я так настрою, чтобы вам было видно, я же хочу на все ваши вопросы ответить. Вот, вы делаете один угол, а вот я кутикулю делаю. Вот, обрезаю. Ну, вам другую камеру видно. То есть, уже другой угол получается. Чем больше у вас набита рука, заусенец вы должны не пропускать вот такими движениями, вот так вот, щипательными. Проходить полностью поверхность. И это только вы можете, ну, вообще, я хочу вам сказать, хоть в школе мы учим, там, 5 дней это очень мало, девочки, это очень мало. Обрезной это очень мало. Аппаратный вот день, два, этого достаточно, там, прошелся, и все, но это надо только очень долго учиться, поэтому это практика. Сделайте всем соседям, всем подружкам, и тогда вы сможете научиться. Смотрите, полотно есть здесь значение. М, С, И, как еще? Девочки, я больше всего люблю М, вот такое. Это как удобно. Учиться лучше маленькими, потом, когда вы становитесь мастерами, вы делаете одними кусачками целях экономии, что дурака стоит, и педикюр, и маникюр, тогда вы выбираете самый большой. И еще, вы не забывайте, полотно стачивается, и ваша М превращается в Эску, и она становится через какой-то период короткая. Поэтому мастера, которые учатся, выбирают, конечно, маленькие, чтобы было удобней, а потом, когда уже работают на потоке, работают в салонах, у вас по три, по четыре маникюра, педикюра в день, и вы их затачиваете, конечно, оно стачивается, и тогда выбирает уже более длинное, для того, чтобы было стачиванием, если куда-то было, можно их затачивать. Значит, смотрите, вопрос по поводу лампы. Девочки, по поводу лампы. Электронные лампы с одной кнопкой – это проблема. Если вы будете работать такой лампой, клиенты и плюс 15-20 тысяч гривен вам не видать никогда. Почему? Потому что у них ничего не сохнет. Давайте вот так вот под светом, вот у меня есть свет, тут давайте вот под светом будем так же сушить. Девочки, огромное количество проблем с гибридными лампами. Если вы хотите, допустим, чтобы у вас не было проблем, вы берете электронную лампу, индукционную лампу классическую. Я сейчас не знаю, как бы вам ее показать. У меня они есть здесь, я сейчас покажу. Если вот, вот, видите, вот она. Это классическая электронная, индукционная тяжеленная лампа. В них сохнет все. Есть, знаете, такая лампа с одной кнопкой. Я на следующий вебинар ее притащу и вам буду показывать. Если у вас такая лампа, в ней ничего почти не сохнет. Оно изначально вроде высыхает, а потом вы имеете проблемы. Она стоит всего 1000 гривен, это лампа. Их продают все. То есть вы можете заказывать, их все продают в одну стоимость. В них сохнет все, никаких проблем. Если вы хотите реально очень что-то крутое, это чистая LED. Мне сейчас сохнет 10 секунд. Любой гиль-лак. Ничего не морщится, ничего не отпадает. Чистая LED без примесей, без гибридных примесей. Гибридные примеси, это не будет сохнуть ни LED, ни UF. Все. То есть вы не знаете, сколько там в этой гибридке реально. Я вам могу сказать так. Если у вас есть, допустим, там Креатив или еще какие-то есть фирмы, которые производят гибридные лампы, они стоимость у них начинается от 5000 гривен. Вот такая гибридка можно брать. Если у вас гибридная лампа за 1200, ни UF, ни LED не будет сохнуть. Девочки, 6-ти ваттная LED, это честно, это очень мало. Это очень мало. У вас будут проблемы с гиль-лаками, проблемы с клиентами. Клиенты будут уходить и будут ругаться на вас. Значит, смотрите, я сейчас вам быстренько покажу зеркальную пудру. Берем финиш безлипкого слоя для гиль-лаков, для подвижных ногтей. Покрываем. Зеркальную пудру быстренько вам покажу. Сушим. И я сделала еще, пока у нас будет сохнуть вам новогодний, особенно тех, кто в других городах. Не приходите, я вам покажу уже новогодний кошачий глаз. У нас эти кошачьи глаза в распродаже, они стоят 100 гривен. Берешь 2-3 в подарок. Новогодний кошачий глаз. Можно покрывать. Не обязательно на черный, я вам показываю, потому что вам плохо видно. Смотрите, способ нанесения. Вы наносите, можете оставить так. Если вы подносите магнитику классическим, вот так можно сделать. Это классический способ. Я вам сейчас секретик покажу. Вы можете из него сделать хамелеон, если вы поднесете к боку. Видите, перелив идет. И еще один секретик, такой маленький, я вам сейчас на своем ногтике покажу. Это называется естящая полоса. Это полоса, которая ездит за вперед. Вот так держите. Видите, полоса от кошачьего глаза, она ездит. То есть она туда-сюда ездит. На Новый год вообще шикарно. Я вам сейчас... Суши. Этот, я вам сейчас ее покажу на своем ногтике. У нас актуация цветов разных оттенков этого бриллианта. Кошачий глаз с эффектом сеющих бриллиантов. Называется Новый год с блесточками. Смотрите. Новогодний день с петушком. С петушком. С петушком. С Новым годом. С петушком. Интересно, а у вас есть клиенты, которые петушка хотят себе сделать? Все, финиш для подвижных этих. Три, да, да, да. Еще есть вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки, хочу вам показать ездящую полосу. Гляньте, как прикольно. Уже надоело этот ровный кошачий глаз. А этот, конечно, классно. Видите, он туда-сюда ездит. Ну, понятно, на красных не очень красиво, но если вы делаете новогодние, особенно если там трафаретные розы или какие-то дизайны, делаете там на безымянных ногтях, оно смотрится прикольно. Так, давайте еще вопросики. Брала ваш материал, очень довольна. Скажите, пожалуйста, какой номер бель-лаков, серо-голубого, только что вы не носили? Хотелось бы не только дизайна, но и работа с основной системой. А с дизайна, в принципе, животных, абстракции, офисный дизайн, работа со стразами. Как лучше и правильно, чтобы долго носила зеркалка? Да, девочки, вопрос, из Харькова как лучше носится зеркалка? Сейчас я вам, я, мне прочитали. Смотрите, только вы какой спрашивали из, сейчас я покажу, какой номер, который темнее или светлее? Давайте я вам вот тут и тут скажу. Который темнее номер, это премиум наш вообще шикарный, 249, который наносится одним слоем, классно. И этот номер, который светлее, 0,250. Я вот любой премиум, я хотела вам парочку показать, просто показываю, как он наносится. Он стоит 130 гривен. Смотрите, в один слой. Не водянистый. У нас есть водянистые гель-лаки, они подешевле, они по 80 рублей. Китай-производитель, Кьют. Ну, тоже хорошо очень беру, тоже хорошо беру, потому что недорогие суши. Так, давайте, ездящая полоса наша уже высохла. У нас есть специальный 3D гель-пластилин, вот и можно сделать. Девочки, затереть... Нет, дай мне кисточку, затереть же зеркальные наши вот эти блестки. Мы сейчас хотим, 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 бутылку. Бутылку? Девочки, что значит бутылка? Это дизайн с бутылкой? Шампанским, да? А, с шампанским дизайн? Вообще, вы напишите, я правильно вас поняла? Да. С бутылкой шампанского вы хотите? Хорошо. Я не понимаю, какая это бутылка, может, с бутылкой шампанского. Всё, сделаем бутылкой шампанского с ёлкой. Я вам даже, знаете, что... Отдельно, да, отдельно шампанского. Так вы ж не приходите, приходите, мы нальём вам. Что ж вы, вы ж вывозили в Харькове, приезжайте, вот там или в Харькове, или какой город. Значит, смотрите, девочки, давайте сделаем так. Кто приезжает к нам на бесплатный мастер-кл с четвергом, мы будем обязательно пить. А вот кто не приедет, кто будет смотреть, я уже нарисую бутылку, ладно. Значит, смотрите, мы берём зеркалку. Единственное, могу что сказать, у нас ещё есть время, я вам могу ёлку нарисовать, её лёгенькую. Так, сейчас, чтобы вы видели. А, вот что я была? Нельзя, я не буду ещё. Всё, я... Нет, ну, когда у нас по четвергам, у нас какие дизайны в четверг, вы же, кто приходите, знаете, что показывают этот свой коронный с дизайном рамор, я его на всех семинарах показываю, дую в ручку. Смотрите, вот зеркало какое классное. Вот так получается. По поводу, отвечая на вопросик, по поводу, как зеркало. Как вы делаете зеркало? Дай, Танечка, ручку. Значит, смотрите, вы делаете и любой из способов укрепления. По-другому не носится зеркалка. Вам надо укрепить натуральные ногти. Давай, выкру. Вам надо обязательно укрепить натуральные ногти. Потом вы наносите финиш безлипкого слоя для подвижных ногтей. Девочки, подходит из наших, из тех, что есть, это QF3. То есть, паз, если ногти, вот я себе им покрываю, такие, как тряпочки подвижные. Сейчас видно, как я гну ноготь. Значит, вот не треснет, не отколется ничего. Должен быть финиш для подвижных ногтей. Вы делаете на него то, как я вам показала, вот это вот зеркало. Вы остатки пыли вытерли и покрываете финишем с липким слоем. Тогда будет носиться дольше. Но все эти блесточки, особенно вот эти зеркала, очень классно. Знаете, когда вы им нарисовали, вот это вот точно будет месяц. Если вы делаете такие дизайны на Новый год, предупреждайте клиенток своих. Если вы делаете эти всякие разные зеркальные покрытия, это все новогоднее, двухнедельное, оно не носится в месяц. На нарощенных ногтях и хром, и блесточки зеркала носятся, реально, носится, ну, месяц и плюс. Да, там, пока они ходят, они там уже ходят, ходят. Если вы делаете на натуральных, девочки, только на укрепленные ногти, либо это два раза база, либо это биогель, потому что очень капризная эта зеркальная пудра, очень капризная. И обратите, пожалуйста, на это внимание. Вы ее очень гребете, покупаете, там просто мы ее заказываем килограммами, ее все берут, а потом, ой, она не носится, она не носится, потому что она такая есть, она вот только вот Новый год, шоу-программ. А торцы запечатывать или бафить на зеркало? Вопрос, торцы запечатывать или бафить на зеркало? Знаете что, я бы их лучше спилила, они бы вытрутся все равно. Вы ничего не сделаете, они же ровно спилила вот таким образом, и просто они будут белые. Вы можете их закрасить черным финишем или там каким-то цветом и типа сделать, помыкать. Они все равно вытрутся, все равно будут белые. Поэтому вы можете так вот аккуратно отпилить. Если мы говорим о нарощенках вот таким образом, если мы говорим о нарощенных ногтях, на нарощенных будет носиться, потому что там толщина. Давайте я вам еще сейчас елку покажу. Классы к гелям, кластеринам будут? Будет же пятница, бесплатный вебинар. Я где-то аж показывала, я вижу просто, что у нас немножко девочек да присоединилось. Значит, смотрите, вот они. Это же в эту пятницу будет вебинар, я буду кластеринам вам показывать, как делать. Бесплатный мастер-класс пока. Значит, девочки, я вам хочу, давайте я вам что-ли елку покажу. Елку простую. Мне надо, у меня есть тут вот, Тань, возьми, пожалуйста, этот сухой пигмент. Дочки, я вам сейчас еще, у нас есть чуть-чуть времени, я вам покажу. И еще, когда покрываю зеркалку тёп, он остается у меня все влезти. Как почему? Как почему? Потому что это же мелкозернистая пудра, она, ее невозможно стереть. Это вы все делаете правильно, это финиш портится. То есть вы себе взяли, вам надо два финиша брать. Девочки, невозможно его вытереть. Вот такая зеркальная пудра, она капризная. Мало того, что она плохо носится, так еще портится финиш от нее. Поэтому вы можете либо брать две банки, ну, надо брать две банки, потому что с другим клиентом вы покроете красным, и все, и будете иметь проблемы. Это свойство этой вот такой зеркальной пудры. Вы ничего, к сожалению, не сможете сделать. Она красит. Ее настолько эта пыль, вот это все. Ее невозможно, допустим, вот вы можете брать кисточки, да, вот, вот, пытаться ее вытрусить с ногтей. Бесполезно, вы все в этой пудре. Она настолько противная, она прилипает везде, и ее нельзя снять с финиша, с кисточки финиша. Поэтому обратите на это внимание, если вы делаете много зеркальной пудры клиента, вам надо брать отдельную банку. Все, ничего нельзя сделать. Как бы вы тщательно не вытирали, ты нашла мне? Голографическая оттетка есть? Двухцветная, смотрите, вы имеете в виду голографические блесточки за 15 гривен, у нас их там штук, я не знаю, 50, наверное, разных цветов. Или вы имеете в виду зеркальная голографическая, то есть двухцветная зеркалка, которая стоит 200 гривен, 1 грамм, у нас ее нет. Ее никто брать за 200 гривен не будет. Не здесь. Что можете сказать про вас в биогиле, как можно сделать объемный дизайн, типа жидкие камни? Девочки, жидкие камни, я хочу вам просто найти, я вам елку покажу, мне девочки ищут литие сухое. Это не литие, это пигмент. Такого нет. Нет, еще ищу. Еще доставай, буду смотреть. Значит, смотрите, отвечаю, девочки, на ваш вопросик. Хотела вам показать елку, я сейчас не могу найти, где ж эта елка, одну минуточку. Ну как это нету? Таня, не подоставай мне все. Вот, 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 нашла, нашла. Девочки, я хотела вам показать легкую елку, такую классную, интересную, быструю. Я нашла уже этот сухой хром. Значит, вопрос по поводу, какой еще... А, жидкие камни. Девочки, вы можете делать финишем жидкие камни, вам для этого не надо покупать биогель. Финиш, например, любой финиш, которым вы делаете, которым вы пользуетесь, вы можете сначала сделать окантовочку и взять любой финиш и добавить. Если финиш очень, конечно, жидкий, допустим, вот, давайте я QF3 покажу. Все равно, если вы сделаете основу, по кругу сделаете что-то, если поставите каплюш, чем бы вам по основе сделать? Сейчас, подождите, надо подумать. Давайте я вам сделаю основу вот этой вот штучкой, вот так. Допустим, кружочек. Вот, кружочек. Вы же делаете жидкие камни, вы же хотите их куда-то внутрь, да, вы делаете основу? То есть, если вы делаете перебивную основу, вы жидкие камни делают перебивной фольгой, либо уже продаются готовые кружочки для жидких камней. Да, вот, вот я вам так быстренько нарисовала, вот, кружочек. Слушай, я сейчас покажу, как туда налить финиш без липкого слоя. Вам не надо покупать биогель специально для жидких камней делать биогель. Биогель для укрепления. Биогель, хорошо, вот, отвечая на ваши вопросы, относительно того, что, что такое биогель. Биогелем это делается укрепление и наращивание натуральных ногтей. Вы можете его спокойно наращивать на форму, без проблем. И вот он, я вам его показываю, стоит он 180 гривен. Он не снимается цитоном вообще. То есть, и вот, можно на него делать коррекцию, очень долго носится. Не проблемный, не печет. Вообще, шикарный, блестит, классно. Можно им покрывать финишем, не покрывать финишем. Он сам блестит. И, значит, смотрите, девочки, я вам рисую елку, легкую. Очень легкую елку. Очень интересно, знаете, это из серии Экспресс Дизайнов. Вы мешаете. Сейчас, сейчас я вам покажу. Это не зеркальный пигмент. Это сухой хуроп. Стоит он 20 рублей. То есть, получается такой, как олова. Он у нас есть трех цветов. Мы вытираем кисточку. Вытираем с... Какой препарат? Смешаем. Один к одному. Только сушите подольше, может не высохнуть, если вы много... Можно пудру втирать в финиш кошачий глаз без липкого слоя? Можно, конечно, конечно, конечно. Смешаю, мой вопрос. Конечно. Вопрос задает, можно ли втирать зеркальную пудру в финиш кошачий глаз без липкого слоя? Конечно, девочки, никаких проблем. Чем биогель отличается от белого? Биогель не дает речи на натуральных подвижных ногтях. Гель... Вопрос такой, чем отличается биогель от классического геля? Девочки, биогель выдерживает любую манипуляцию, картошку, обои, детей. Он вообще очень крутой. То есть любые трещины... Он не дает трещин. Просто его сломать нереально. Ну вот просто. Гель, любой удар и все. И треснул все. То есть биогель, он просто противоударный. Он, знаете, надо ему сдать название. Если у вас много детей, или у вас ремонт, или у вас картошка, то это гель, который вас спасет. В данном случае, потому что он вообще ничем не поддается никаким. Можно делать все, что угодно руками, и он не поломается. Обычный гель, конечно, треснет кусок, сразу отпадет. Это понятно. А еще тем более, если сильный удар или прибили, то отпадет в любом случае. Так, какие еще вопросы? Биогель обязательно ли наносить на базу? Девочки, ну так классно будет носиться. Вы можете не наносить. У нас такие клиенты. Клиенты ходят больше месяца, понимаете? И поэтому, чтобы они были довольны, чтобы у них все хорошо держалось, конечно, лучше на базу. Можете не делать, но, честно, на базу лучше носятся. Значит, смотрите, я вам сейчас возьму, вернемся к нашему жидкому камню. Вот он. И мы берем финиш QF3. И вот смотрите, мы этот камушек ставим. Какие цвета хромные. Смотрите, вот у вас здесь получился, видите, он объемный. Я думаю, что не очень видно, но немножко видно. Вот так вот, собственно говоря, вы можете использовать финиш, заполнять, и она объемная, такая красивенькая. Вам не надо специально держать таких камней, брать никакие финиши. Какие, значит, смотрите, вопрос. Цвета хрома. Сухого хрома три. Три цвета сухого хрома. Хроматики, гель-лайки, более 20 цветов. Они у нас сейчас берут и два трети в подарок, они по 150 гривен. Все, можно материалы посмотреть на сайте. Какую базу выбрать, девочки, премиум не снимается. Премиум можно делать коррекцию. Если вы берете базу финиш каучук, снимается, как и эти, в три секунды, образно говоря, замотали ацетоновой жидкостью, сняли, ничего нет. Все, ничего не пилить, ни зубами, ничего. Снимается реально круто, реально. База черная, вот это вот, это каучуковая база финиш, которая классно снимается ацетоном, честно, вообще без проблем. Если вы берете вот такую черную базу, вообще не снимается ничем, только пилить зубами. Это специально для укрепления, выравнивания ногтевой пластины, это для микрокоррекции. Она не снимается ничем вообще. Это для геля, для гель-лака, для всех видов работ, для всяких дизайнов. Под биогель праймер нужен, да, девочки, под биогель праймер нужен. Только потому, что если бы у нас клиенты были нормальными людьми, и они не делали руками все, что они делают, тогда можно было бы праймер не наносить. Но, к сожалению, такой группы клиентов нет. У нас клиенты балованные, капризные, они хотят носить долго. Поэтому желательно наносить праймер и базу под биогель. Так, вопрос. А хроматики, гель-лаки, какую носибельность, как хорошо, когда не снимаются, так и хорошо, когда база не снимается. Какие цвета сухрового хрома есть? Цветов три, бронза, золото и серебро. Девочки, не поняла вопрос с хроматиками. Я так догадалась, их наносить надо только на укрепленные ногти. Те три способа, которые мы сегодня сделали. И вы наносите финиш без липкого слоя, два слоя, хром, а потом финиш с липким слоем. Точно так же, как если бы вы наносили вот этот вот, смотрите, зеркальную пудру, точно так наносится хроматики. Девочки, сейчас я нарисую быстренько, у нас еще есть 10 минут. Нарисую быстро вам легкую елку смешную. Ну, не очень смешную, среднюю елку. Значит, смотрите, хроматики и зеркало, оно все очень капризно. Ну, а ну капризно, девочки, 10 дней наносится. Если у вас клиент реально посуду никогда бы не мыл бы, да носилось бы долго. Понимаете? Это такие праздничные новогодние прикольчики. Знаете, вот сделал, чуть-чуть походил и все. Оно не будет долго носиться. Смотрите, какие веточки рисуются, как классно. Не знаю, вам видно или нет, как тоненькая кисточка рисуется. Я вам покажу просто, как этим хромом делать шарики-бусинки. Классно вообще, 3D такое будет. Сейчас вам покажу. Это все экспресс-дизайн, они очень легкие, тут нечего делать. Это самые-самые простые. Называется «10 пальцев за 10 минут». Какие еще вопросы? Так, ждем Харьков 15-го числа. Будем шампанское пить. Там Харьков хотел шампанское, поэтому девочек с Харькова ждем на шампанское. Задавайте вопросики, девочки, еще, ну, как бы, интересненько. Можете написать, может быть, какие-то дизайны, вот, очень актуальны, какие модные. Вот я, насколько знаю, например, сейчас очень модная форма такая, называется «балерина», когда, типа, стилет обрубанный, да, такая, получается, стропленообразная. То есть, вот такая сейчас форма модная. Очень модные стилеты, короткие, как пики разных цветов. Я видела у девочек белые там вот это вот делают. Поэтому, может быть, мы какую-то, давайте сделаем с вами формы какие-то, что-то вот. Вот, пишите комментарии, смотрите, какая елка. Три секунды, делать нечего, похоже на перья. По ручку завитушков. Смотрите, как тоненькая кисточка рисует. Этот Хром классно рисует в этом плане. Видите, всякие завитушки делают быстро. Напишите, нормально ли видно, если, допустим, делать дизайны. Я понимаю, там маникюр, все понятно. Нормально ли, если я делаю дизайны на типсы, видно вам в веб-камеру. В веб-камеру, я понимаю, что не особо, как бы, вот так, да? Более-менее видно. Мы это немножко просушим, а теперь мы такую неожиданную вещь берем. Называется палочка для кутиков. Да, мне дать, пожалуйста, палочку. Апельсиновая? Очень блестит. Апельсиновая? На типсе видно нормально. Да, апельсиновую палочку. Сейчас уже, девочки, мы будем заканчивать. Значит, смотрите, в пятницу у нас будут дизайны. Вот все, что я вам сказала, все буду показывать. Можете поставить анонсы, регистрироваться, заходить до начала сигнала, писать вопросы, чтобы я могла прочитать и вам сразу как бы отвечать, чтобы я не отвлекалась на вопросы, а чтобы вам могла все это рассказывать. Значит, смотрите, это такая палочка апельсиновая. И мы у нас вот на форге намешаны из финиш и хром. Давай, уже мы первое слово послушали. А теперь я вам покажу такие бусинки классные. Вообще супер. Вот смотрите. Можете так делать дотсом. И вот через весь дизайн... Я не вижу... Я думаю, что вам не видно, что они объемные. Они, я потом отдалю, они получаются как бусиночки, такие как будто вот объемные. Они делаются очень легко. То есть получается как какое-то что-то такое необыкновенное. Конечно, на мелких ногтях тоже это все, только вы делаете меньше. И вот такое у нас, как такое, как 3D. Ну, такой достаточно очень простой дизайн. Ну, я все дизайны простые показываю. Достаточно такой сложноватый. Это лепка. Там немножко надо, ну, так, примениться кисточку. Желательно, конечно, для акрила. Вот если у кого-то еще осталось, акриловая кисточка не выкидывайте. Вам она поможет в лепке. Можно есть трафаретные розы. Я делаю зубочисткой. Но самые все равно красивые, это, конечно, гляньте, как классные эти бусинки объемные получились. Самая, конечно, классная работа, это когда у вас кисточка для акрила. И вы делаете вот этот пластилин. Мы будем его в пятницу делать. Если у вас такая кисточка, то он классный для акрила. Она сейчас стоит там сумасшедшие там или 500, или 600. Что вообще сумасшедшие какие-то денег. Конечно, я вам покажу, как можно делать кисточкой с язычком. Ну, для китайской росписи она стоит там 50 рублей. Тоже получится. Но просто, если вы будете делать акриловая кисточка, это будет лучше. Какой финиш он мешает с этим планом? QF3. Можете брать любой. То есть здесь можно брать любой. Спасибо, девочки, что красиво. Я просто вам такой экспромтик быстренько показала. Я такую елку. Видите, эти, получается, капельки, они как бусинки. Они не надо, когда вы перекроете финишем, их не будет. Ну, такой простенький новогодний дизайн. Высень-то делать с сухим хромом? С сухим хромом, да. Я вам сейчас еще раз... Слушайте, значит, смотрите. У нас просто сегодня не дизайны. Я вам так немножко показала, чтобы вам было повеселей. У нас будет просто в пятницу одни дизайны. Никакой теории, ни биогеля, ни укрепления, ни маникюра, ничего. Пятничный семинар будет ли в записи. Значит, девочки, мы все записываем, но, знаете, там раз, чик, выключили свет, и все. Можно присутствовать вопросы. Значит, смотрите, конечно, если вы будете присутствовать, вы можете задавать вопросы. Да, постараемся, мы постараемся записать, чтобы вам выложить на наш канал, чтобы вы смотрели. Значит, смотрите, в пятницу только дизайны. Я об этом вам и говорю. Вы можете дизайны, ну, как бы написать, что вы хотите. То есть я успеваю показывать больше, чем выделено время. Я могу вам что-то показать, что вы бы именно хотели. Но если вы мне напишите за 10 минут хотя бы до начала, я могу эти материалы взять и поставить, чтобы я вам могла показать все, что вы хотите. Поэтому вы можете мне либо в личку, фотографию, ссылку, чтобы я посмотрела, что вы хотите. Я вам показываю все подряд. Интересно очень. И даже бывает само, что какие-то идеи интересные придумаю. Значит, я сейчас смешала сухой хромный финиш. Я вам сейчас немножко, так как у нас уже, я вам сейчас покажу вот этот вот, как у нас получился. Смотрите. Также его можно не покрывать финишем. Он носится месяц. Хотят петух абстракции. Будет. Пёрышки. Пёрышки, петух. Будет. Градиент вообще без проблем показываю на всех семинарах по дизайну. Значит, смотрите. Вот такая вот у нас ёлка. Вот такая вот. Я сейчас вам покажу, какие дизайны будут у нас подальше. Вот эти вот. Я вам покажу просто, что мы будем, какие приблизительные дизайны. Я сейчас так отдалю. Я вам, смотрите, я вам сейчас немножко камеру так возьму. Новогодние какие. Скорее видно. Ну, да. Кленты хотят красный цвет, дизайн с красным. Чуть-чуть будет дизайн с красным. Будет сейчас. Сейчас, девочки. Тань, подай филе и принес. Куда не нет блеска, а лампы, не видно. Выключи лампу. Видно? Да. Выкрашивайся. Куда не видно. Сейчас давайте я поставлю, я буду к камере. Вот так видно. Новогодний дизайн. Это экспресс. Это какой-то год были обезьяны. Это я обезьяну рисовала. И петуха вам такого же нарисую. Так, это все забирай. Дальше. Самый мой любимый, самый прелюбимый. Это... Я буду ставить и буду вам рассказывать, какие будут дизайны. Это вот мрамор. Это вообще... На всех семинарах показывают, мрамор там делать нечего. То есть, ну вот, как бы, мрамор буду показывать. Смотрите, какая вот жатка хром. Жалко, что плохо видно, девочки. Очень много у нас видео снято на канале YouTube. Можете заходить, смотрите. Я вам сейчас, смотрите, я вам покажу то, что я сейчас сделала в елку. А это, получается, этим же хромом просто роспись. Просто вот завитушки тоже не очень. Сейчас вот так вот. Не очень хорошо видно. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Вот чуть-чуть видно. Так, держи. Какое еще не показывала. Это то, что будет вот в следующий раз. А, вот, Аква. Аква. Вот я хотела вам Аква показать. Вот чуть-чуть есть у меня. Это гель-краска. Гель-лаки, которые у вас летом вы хотели выкинуть, но вы их не выкинули, поэтому я вам буду показать все. Давай еще, сейчас еще парочку. Аква не ладит. Так я вам покажу, как делать. Да, там, девочки, там делать нечего Аква. Очень легкие вообще. Значит, смотрите. Эффект колготки у нас будет. Это бесплатные, те, которые мы будем делать. Эффект колготки. Рептилии. Вот они они. Я их 10 видов разных рептилий показываю только. Я поняла, петушок вы хотите, петушка. Перья, все, без проблем. Я не знаю, правда, как бы вам этого петушка изобразить. Я придумаю что-нибудь. Я к следующей пятнице обещаю вам петушка. Покажу. Витражка. Само собой показываю. Это, ну, есть готовые дизайны на петушка. И на петушка нету. На Аква покажу. Потом, что вы еще хотели. Значит, девочки, давайте сейчас мы на одну минуточку включим презентацию, чтобы вы видели, что у нас, какие у нас будут бесплатные и платные еще семинары. Что надо сделать с камерой? Чуть-чуть. Сюда. Да. Где она стояла? А, где она стояла. Да, давайте, давайте. Вот она стояла. Вот смотрите, у нас что будет? Геометрический градиент, морозный узор, вензеля, акваобъемные розы. Ой, мне показывают нос. Я просто читаю, мне далеко. Значит, ну, вы все видите, думаю. Эффект свитера, смешные животные. То есть, ну, вообще, очень круто. Все, вот это то, что перечислено, я все буду показывать. Сегодня у нас просто тема маникюр, выравнивание акции и пластин, поэтому дизайнов нету никаких. У нас, получается, 4 бесплатных мастер-класса и все остальные платные, вот, получается, у нас 190 гривен. Те, которые, там есть, которые поделены на блоки бесплатные и платные. Вы можете все смотреть, заходить на наш лендинг. Вы же к нам попали с лендинга, поэтому заходите, более детально смотрите. Также, если вы на бесплатных мастер-классах хотите какой-то дизайн, пишите. Если заранее вы напишите, я буду вам все показывать. Профессиональные гривные рубля, вот, то есть, все, все, можете увидеть. Яндекс.Деньги, все, все, все. Значит, девочки, пишите комментарии, что вы хотите посмотреть. Заходите на наш канал в Ютубе. У нас вот такой стартовал проект по вашим просьбам. Все, кто, Лариса Винница, Лариса, и вам спасибо, что заходите к нам. Значит, в следующую пятницу, 6 часов, подготовьте, пожалуйста, вопросы заранее. Я все просмотрю, все вам буду отвечать. Возможно, я возьму что-то показать вам, чтобы вы видели. У меня остается немножко больше времени, чем запланировано. Я могу вам что-то дополнительное показывать. Поэтому подготовьте, пожалуйста, вопросы. Мне тоже, девочки, очень приятно, что вам понравилось. Это наш первый вебинар. Можете писать комментарии. Марина, вы очень крутая, спасибо. Боже, я вас всех обожаю, целую. И я вас очень люблю. Ольга с Винницы. Девочки, приезжайте, пожалуйста, к нам на Новый год. Я с вами выпью шампанского, и мы будем делать дизайн. Или не будем делать дизайн, мы будем пить только шампанское. Приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. В четверг, 15-го числа будет новогодняя 20% скидка. И будут у нас всякие разные новинки, новые новогодние дизайны. Буду показывать. Это у нас здесь на 11 часов. Кто не может, вы увидите расписание бесплатных и платных вебинаров, уроков. Мы все будем делать записи, будем до пятницы. Все, в пятницу Лариса выходит в сети до пятницы. Ларисочка, спасибо большое, до пятницы. В пятницу вебинар. В каждый четверг у нас здесь, в клубе Лисицыной, у нас проходит... Вы можете посмотреть тоже, как это проходит во всех вообще, во всех сетях фотографии, как здесь это проходит. Мы показываем все это на плазму. Ну, конечно, удобнее вы дома, там сейчас снега по колено, вы себе сидите. В телефоне, либо там в ноутбуке смотрите. Поэтому, все, задавайте вопросики, уже будем прощаться. Можно ли сертификаты открыть? Значит, смотрите, кто у нас будет проходить платные курсы, мы выдаем сертификаты. Красивые наши, клуб Лисицына, международного образца, с печати, со всеми делами. Мы можем обучать на международном уровне. У нас есть дипломы международного образца, поэтому кто у нас будет учиться, и именно кто будет покупать платные вебинары, те получат, мы вам вышли почтой, либо вы можете скачать в цветном, распечатать, если кому-то неудобно. Можем выставить в электронном виде, кому удобно, мы можем отправлять новой почтой вам эти сертификаты за обучение. Вы можете повесить на ссылочку, красивенько на английском языке, красивенько у вас такой дипломчик. Также пишите, что бы вы хотели, возможно, вас интересуют еще какие-то проекты наши. Мы сегодня нам для вас, смотрим ваши комментарии, работаем специально для вас. Мы вас всех очень любим, я вас всех очень, девочки, люблю. Обнимашки. Ваша Женя Лисицына. Все, встретимся в пятницу. Если кто-то придет в четверг, приходите в четверг, рада буду всех увидеть. А вообще всех жду на празднование Нового года 15-го числа в четверг у нас в клубе Евгения Лисицына. До скорых встреч, всех целую, обнимашки, до свидания. Спасибо, девочки, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok